Привет! Ты хорошо меня слышишь? Надеюсь, надеюсь. Я тебя отлично слышу, да. Гораздо лучше, чем... Привет, Инга. Очень рада видеть тебя. Взаимно. Здравствуй. Супер здорово познакомиться, наконец-то, учитывая, что мы до этого с Эфиром вообще никогда не были знакомы. Удивительная, рядом. Всякое бывает. Ну, как ваши дела? Как ваша изоляция проходит? Дела отлично. Изоляция тоже, уже привыкли. Уже, мне кажется, моя изоляция идет со 2 марта, такая личная, поэтому я уже уже полностью привык. Уже, мне кажется, выстроил такую графику, у меня уже выстроился супер какой-то план, и я очень хорошо себя чувствую, потому что первый раз в жизни ты как вообще из актерского цеха меня поймешь. Первый раз в жизни мы можем хотя бы есть по расписанию, и можем ложиться ровно в то время, в которое нам нужно, и вставать в то время, потому что обычно с актерским... Я очень стараюсь. Это не происходит никогда. Ну, ты понимаешь, когда ты работаешь в кино или в театре, это просто невозможно. Просто невозможно лечь в нужное время и, соответственно, поесть тоже. Обычно это какие-то быстрые перекусы. Ты знаешь, я сегодня померил, я похудел за время карантина. Все говорят, что они поправляются, и я похудел на 12 паундов, на 6 килограмм. Это 6 килограмм, да, чтобы никто не знал. Это жесть какая-то. Я перееду к тебе, но меня муж не отпустит. Черт! Я тебе вышлю в план питания, я тебе вышлю в план питания, знаешь, по временной, временной. Слушай, ну, наверное, может быть еще. Черт, я не буду в изоляции. Это вообще не важно, не знаешь, у них не хухрая мокрая. В Штатах, в Америке, понимаешь? Да, 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 где все, все большое, суперсайз. С ума сойти. Слушай, ну, давай приступим, не будем размазываться пока, пока что это такая суперская. А первый очень сложный, самый сложный вопрос, я всем задаю. Какой твой любимый фильм? Боже мой, мой любимый фильм, ты знаешь, вот из которых, наверное, последних? Прям фильм-фильм или вот то, что я посмотрел по телевизору за, вот во время карантина? Нет, я бы хотела любимый фильм, вот который вот к чему-то возвращаешься. Все, я знаю, я знаю этот фильм. Да, это, наверное, такая мечта актерская и, наверное, может быть, отчасти моя мечта. Это, я обожаю загадочную историю Бенджамина Баттона. Просто, вот знаешь, ты смотрела его? Конечно. Да? Я просто его, я его, он меня почему-то, он меня так трогает, я не знаю, с чем это связано, он меня трогает, знаешь, какой-то философией своего вот этого времени. Вот это сейчас настолько актуально, вот эта философия текучести времени и как это время может пойти в обратную сторону, как она может пересечься где-то и как вот эти судьбы, знаешь, философия, вот такая философия пересечения судеб людей, когда они в какой-то момент кажутся, да, один в конце жизни старик, а другая только девочка в начале, как они пересекаются где-то посередине и потом расходятся снова. Это, не знаю, я вообще, я прям рыдаю каждый раз. Я не могу сказать, что я его часто смотрел, но вот он меня прям... Там у меня есть любимый момент в этом фильме, если ты помнишь, вот эта штука с часами, там сейчас музыка потрясающая, произошла вся эта история, когда она поломала ногу балерина, да, там поломалась, и вот это, если бы она там вот на эту секунду, если бы у нее не откликнула соседка на лестничной площадке, если бы у нее не случилось там это, если бы она не оглянулась, если бы она там не захотела поправить волосы, ничего бы не случилось, и все бы было по-другому. Вот это меня просто, знаешь, как-то на каком-то глобальном уровне, он мне просто, вообще, я думаю, что... Оно с тобой уговорит, короче, я поняла. Диньки, я тысячу лет не видел этот фильм, и сказал, что я пересмотрю на самом деле. Да, ребятам, которые нас смотрят, тоже советую, потому что просто посмотреть, потому что он... Это прям философия там, вот там много философии, классно. А я вчера посмотрел... Мы вчера посмотрели фильм платформы. Все, кто советовал, кто сейчас вот или позже будут смотреть, а спасибо, б что это было, кто-нибудь вообще напишите мне. Я должна с кем-то об этом поговорить. Вот, ну если вы не видели, вы прям вот сделаете себе подарок, пойдите сегодня же посмотрите фильм платформы, потом позвоните мне. Я тоже себя сейчас запишу. Да. Пойду смотреть. На Нетфликсе прям первая висит. Пойди, пойди, посмотри, и потом расскажешь. Ну, это такое очень... Ты знаешь, я тебе, честно, привел секрет. Мне вообще нет времени смотреть кино. Вот ты знаешь, вообще нет времени. Я как будто... Я просто, во-первых, как бы постоянно в работе, вот, конечно, как в онлайн-преподавании, в классах, в селфтейпах каких-то, в каких-то вообще, в каких-то записи чего-то. Ой. Ну все, давай, рассказывай о себе. Значит, как все это началось, и почему, и в какой момент твоей жизни, что было на часах и так далее, ты решил, что ты будешь актером. О, а даже так? Даже с самого начала? Или как меня занесло в Штатах? Ну, с самого начала очень просто. С самого начала очень просто. Я ходил... Я просто был зрителем. Я абсолютно не из театральной семьи. И у меня родители очень простых профессий. То есть у меня папа электрик по образованию, мама химик-технолог. Никакого отношения никто ни к профессии никакого не имел. Никто к творчеству никакого отношения не имел. Я просто в 10 лет начал ходить в театр. Вот мне почему-то... Меня один раз, видимо, с родителями отвели, или мы в школу сходили, с школы, и все. Вот я один раз был. Я помню, вот ты знаешь, я даже в каком-то интервью писал. Я настолько помню это ощущение вот этой сказки, как будто, знаешь, портал открывается, занавес вот так, и я... Знаешь, там какой-то свет какой-то, яд прям там. Очень... Я просто начал ходить в театр каждый день. Просто ходил-ходил в театр. Просто сначала покупал билет, потом меня начали просто пропускать, потому что просто я приходил каждый день, и они думали, что я ребенок... Ну, слушай, таких больных нет. Которые дети... Представляешь, как ребенок выглядит в 10-11 лет? Мальчик. Тем более, я моложавый, мне сейчас 33, я могу там играть каких-нибудь, не знаю, 24-летних. А представляешь, как я выглядел в 12 лет? То есть я был ребенком, прям ребенок, который ходит каждый день на спектакль там. Ну, потом меня начали пропускать, и я ходил каждый день. Я был такой хитрый ребенок, и я пользовался этим моментом. Я ходил каждый день в театр. Какой-то агент, это какой-то конкретный театр, да? Ты знаешь, у нас... Я из Вологды сам, и у нас в Вологде вообще театральная такая, знаешь, несмотря на то, что город маленький, у нас 6 профессиональных театров. И я начал ходить в ТЮС, да, ну, в ТЮС, театр юного зрителя, потому что там как-то, видимо, мне попадало по возрасту. Вот, потом я, конечно, расширил географию своих походов. Но ты знаешь, вот опять возвращаясь к этому, я просто начал сначала ходить как зритель. Меня вот захватил вот этот мир, а потом мне так захотелось узнать, что там изнутри, и так жизнь складывалась, что мне в какой-то момент там... Знаешь, вот это такая череда... Вот это абсолютно фильм Бенджамина Баттна. Абсолютная такая череда событий, знаешь, когда там одна женщина, которая продавала программки, увидела, что я каждый день покупаю у нее программку. У меня было кипа программок. Она такая говорит, ты вообще кто чей? И это... Я говорю, я типа люблю ходить, и она мне говорит, а ты был когда-нибудь за кулисами? Я говорю, нет. Она говорит, хочешь, я тебя проведу? Я тебе покажу, потому что я вижу, что ты каждый день в театре, и я думаю, что тебе будет это интересно. Это была вообще мечта. Мечта моей жизни какой-то, знаешь, и я попал в первый раз за кулисы, и все, я помню этот запах. Вот меня хоть сейчас разбуди, я помню этот запах вот этого театра за кулисами. И, ты знаешь, это была такая сказка. И для многих, знаешь, кто рассказывает, дети актерские, кто вырос за кулисами, говорят, ой, театр для меня уже никакая не сказка, я уже знаю, как там все устроено, я знаю, как там они сидят на стульях, ждут свои выходы, а потом типа выходят медвежонком. Понимаешь? А у меня нет, я вообще абсолютно, у меня была мечта оказаться во время спектакля за кулисами. Мне долго это не давали сделать. Один раз в своей жизни я был зрителем. Вот. Ну, ты знаешь, вот так. А потом я просто в какой-то момент, ну, я так много ходил. Потом кто-то заметил, что в школе, что я хожу. Потом мне дали какое-то почитать стихотворение. Потом мне предложили отправить на конкурс чтецов от школы. Я его почему-то как-то выиграл, почему-то, я не знаю почему. Потом меня отдали в театральную студию. Знаешь, такой последовательный, последовательный. И из театральной студии. Потом я уже, у меня уже выбора не было. Я уже думал, ну, чем я хочу заниматься? Я хочу заниматься, наверное, актерской профессией. И все. Я поступил. Я из Вологды поехал в Москву, потому что мои родители мне поставили условия. Они мне сказали, что ты будешь заниматься актерской профессией только в одном условии, если ты поступишь в Москву. Потому что, ну, у нас были варианты поступить в Ярославль, в другие училища какие-то. И это означало, что мне пришлось бы вернуться, например, в Вологду и работать в театре. Родители, наверное, не хотели от меня такого. Вот они хотели как-то, чтобы... И они мне сказали, что в Москву поступишь, типа, ну, тогда учись. И, ты знаешь, конечно, не это явилось моим, наверное, желанием поступления. Я просто очень хотел. Я мечтал поступить в Щукинское училище, потому что я уже тогда пел. Я уже тогда танцевал. Это, кстати, такой заход на американское образование. Вот. И мне так хотелось, знаешь, поступить в Щукинское училище. Я не знал, почему. Я просто знал, что в Щукинском поют, танцуют и фехтуют. Вот. Все. Это была моя основополагающая история, почему я захотел поступать. И все. И я поступил в Щукинское и в ГИТИС на курс Андреева. И выбрал, конечно же, Щуку. Щукинское, понятно. Без вариантов вообще. Это просто, знаешь, по крови. Я пришел в институт еще абитуриентом. Я посмотрел и сказал, блин, это моя история. Вообще мой вуз, вообще мой вуз. Вот такая вот история. В общем, кто меня слушает из Сочи, я вас умоляю, откройте в Сочи театр. Чтобы такие дети, как я, тоже могли туда ходить. У вас нет в Сочи театра? Нет, никогда не было. Да ты что? В Сочи откройте театр немедленно. Хотя бы взрослый. Ребят, кому? Здание, окей, не поймите меня неправильно, здание есть. Здание никому нет. Так что, ребят, давайте забери труппу уже в конце концов. Откройте в Сочи театр. Вспомните детские мечты. Мне кажется, полно талантливых людей, даже больше, чем где-либо, судя по всему. КВН, да, действительно. Вот хотя бы будет, где ребятам собираться. Ну вот, когда смеетесь, мы в подъездах вообще не собираем этот КВН. Будем об этом. Вот КВН, кстати, мимо меня прошел вообще. Максимально. Я танцевала у них на подтанцовке, это был мой максимум. Больше ничего. Так, хорошо. Значит, ты закончил Щуку. И что случилось дальше? Что ты вдруг оказался в Нью-Йорке, и мы с тобой разменулись. А дальше другая история произошла. Я закончил Щукинску в 2008. На тот момент, вот я забегаю вперед, тот жанр, которым я сейчас занимаюсь в основном, да, это музыкальный театр, мюзикл американский. Такого понятия в Москве вообще не было. В России тогда не было. В 2007-2008 году, когда мы заканчивали, никто не знал, что такое. Знали, что есть спектакли с музыкой, да, в любом театре. И как бы вообще путь артиста был один. В театр. Да, то есть ты закончил ВУЗ, и ты идешь в театр. Никакого другого пути, как сейчас, например, да, варианта, что ты можешь пойти там куда-то в один проект, в другой проект, еще чего. Такого вообще не было. То есть было, если ты не попал в театр, все, капец. И нужно было сделать выбор жизни. Тогда это смешно. Сейчас это смешно кажется. Тогда это казалось абсолютно серьезно. Это, знаешь, типа, если ты не попадаешь в театр, типа ты, и типа все. Значит, твоя жизнь не сложилась, никогда больше не сложится. Потому что в нашем паттерне как было, я думаю, что оно сейчас немножко присутствует. ВУЗ заканчиваешь, заходишь в труппу Государственного Академического Театра и сидишь там, пока тебя... Копнул, и тебе 85. Да, и пока тебя не вынесли оттуда, понимаешь? Оттуда же под эти же аплодисменты. Понимаешь, как бы истории... Вот такой был паттерн. И, конечно, мы автоматически, знаешь, как социалочка такая, наша внутренняя актерская социалочка. Мы ему пытались следовать все. Ну, ты знаешь, внутри меня... Не революцию уже устраивать. Так. А вот сейчас я расскажу про революцию. Ну, внутри меня как раз начиналась какая-то такая хрень, потому что я думал, блин, а в этот момент начиналось появляться мюзикл «12 стульев» в Москве. И, по-моему, первый-первый там это был какие-то красавицы, чудовище, мамма миа, что-то такое. Ромео и Жилета были. Это французский. Это, если интересно, потом про разницу мюзикла поговорим. Да, был французский мюзикл, типа «Метро», «Ноттердам-де-Пари» и «Ромео и Жилета», но это совсем другая тема. Она меня не интересовала, не моя. Вот. И, соответственно, я попал на те спектакли и думал, блин, как-то мне так нравится и как мне так хочется. А раньше был такой выбор, что если ты не идешь сразу в театр после вузов, значит, в театр потом никогда не попадешь. И то есть у меня был выбор, например, да, я мечтал пойти... Ты тут, ты тут? Да, я не могу. Да, вот, а то мне мигает такая штучка. Вот. И у меня был выбор либо пойти, знаешь, идти в мюзикл и тогда остаться без театра на всю жизнь, когда тебе 85 не вынесут ногами вперед оттуда, либо идти в кочевую жизнь, знаешь, такие бременские музыканты в мюзикл. Ну, и ты знаешь, я на тот момент что-то как-то... Был какой-то слишком страшный выбор. Тем более меня тогда уже в театр Вахтангова я уже играл и как-то вроде со мной никто контракт не прерывал. Я так думаю, блин, ну, наверное, у меня там есть одно-два названия в театре Вахтангова. Думаю, ну, потом будет больше. Бла-бла-бла. Пока не случилась следующая история в моей жизни. В 2009 году, летом, США в России организовала летнюю театральную школу двухнедельную для артистов музыкального театра. И привезли... Это было в школе Табакова. Она тогда только-только открывалась. И привезли двух звезд Бродвея. Шон Мартин Хинстон. Это звезда такого... Он супертанцор вообще. Во всех, мне кажется, шоу играл. Вообще со всеми звездами. И супервокалиста. Это Джуди Блейзер. Джуди Блейзер просто потрясающая артистка. На нее тут вообще она звезда прям Бродвея. И на нее писали огромное количество спектаклей, композиторов. Она вот такими глазами. Кто-нибудь погуглите. Джуди Блейзер. Просто вот такие... Женщина вот такими глазами. Просто потрясающая. И в итоге они два... Две звезды приехали к нам. И две недели нас там каждый день с девяти до, там, не знаю, девяти каждый день нас тренили. И у нас был потом шоу-кейс в финале. Так вот. А мне, соответственно, привезли материал, ноты, все. И я в этот момент, знаешь, когда работал эти две недели, я думал, боже мой, какой материал. Какая музыка. Я думал, какой материал, какая музыка, как это все, какой там джаз, да? Я в первый раз услышал джазовые, блюзовые какие-то. Я вообще, знаешь, какое-то было такое ощущение, что я жил в каком-то вакууме и не слышал никогда ничего до этого. И я услышал эту музыку, знаешь, которая, и она театральная. Ну, если вспомнить, там, не знаю, Боба Фосса, знаешь, помнишь, туда идёт. Я такой думаю, как это вообще возможно такое? В итоге я влюбился в этот жанр. Слушай, а вам этого не преподавали это всё? Нет-ка-нет, ты что? Знаешь, что он в институте театральном преподает? Я не знаю, я никогда не училась в России, поэтому спроси. Я тебе скажу. На первом курсе мы пели какой-нибудь Дульсинею Табоску из какого-то фильма. На втором курсе мы пели фольклорно. Он классный тоже был. И как бы на третьем курсе мы пели какой-то, не знаю, Дунаевского. Ну, короче, вообще никакого отношения к современному миру не имеет. И вот эти американцы, они были для меня какого-то, каким-то глотком воздуха. И я такой, блин, я хочу. И плюс они же хитрые ещё, знаешь, я сейчас уже понимаю. Они тогда, знаешь, вот тогда всем, тогда мне казалось, что они только нам говорят, да, что это great, terrific, что это типа классно, you're great, понимаешь? Мы, обиженные российским театральным образованием, которые никогда в жизни не слышали, что мы great, terrific, мы всегда слышали, что мы плохие, что мы бездарные, что мы неленивые, что мы ничего не делаем, что нам ничего не надо. Уходите из профессии вон. И прочие другие плохие слова, которые я сейчас не использую. Мы же это слышали. Вдруг ты поёшь, тебе кажется, да ещё музыка, которая тебя вдохновляет, тебе говорят, it's so great, it's so terrific, you're so talented. И мы такие... А чё, можно было, да? Ты знаешь, и в этот момент, видимо, такой произошёл буст внутренний какой-то, знаешь, вот какой-то, видимо, энергии внутренней, которые так долго, мы так долго ждали этой похвалы, все русские актёры, ты знаешь, и у меня так ещё сложилось, они мне дали сольный номер, и, соответственно, они со мной работали one-to-one, один на один, да? И они мне говорили, Тёма, у тебя Тёма, Тома они меня называли, Тома. После этого, кстати, я стал Томом в Америке, потому что Тома, я устал, когда меня называют Томой. Артем, да, да, Артем, или Артем, да, там, как осень. Вот, и они мне говорили, у тебя такой потрясающий тембр, у тебя такой классный голос, как раз он для музыкального театра сделан. А мне было в тот момент, Инга, мне было 20, 20, да, это Шукинское училище закончило в 2008-м, мне было 20 лет, 21 год мне было, да, то есть я, 21-22, то есть это самый возраст такой супер, знаешь, энергии, и они такие говорят, тебе надо заниматься, если ты хочешь, у тебя все шансы есть играть на Бродвее, у тебя потрясающий голос, у тебя, тебе надо просто работать, просто работать. И ты знаешь, вот, какой, они мне дали такое, такое вдохновение внутреннее, что, ты знаешь, во мне как-то это положили, положилось это, они уехали, потом, на следующий год была ещё одна бродвейская школа, уже с другими преподавателями, там мы услышали снова то же самое, да, что вы крутые, классные, снова встреча была с музыкой, и после второй школы я уже решил, что я хочу учиться этому, потому что я понимал, что мы недоучены, я недоучен в плане нот, я недоучен в плане танцев, я вообще недоучен, да, то есть как бы у меня есть классное образование драматическое, я знаю, как играть роли, я не знаю, как работать с музыкальным материалом. У меня внутри просто всё переворачивалось, потому что мне так нравилось, так мне бы хотелось, и я просто в какой-то момент решил, что я буду, я всё бросил. Максимализм 22 лет. Надо всё бросить, жизнь остановится, вот ты всё бросаешь, и всё. Значит, либо конец твоей профессии в России, либо начало новой жизни. Вот так ты думаешь. И, соответственно, и в итоге я сказал себе, что окей, я бросаю всю карьеру в России, а в тот момент я уже много снимался, у меня уже были там сериалы такие большие, главные роли, всякие СТС и прочее, и мне там тоже укрутили у виска и говорили, ты что, дурак, ты сейчас самая-самая волна, зачем куда ты едешь? А я вот понимал, что прям меня что-то тянет, знаешь, мне просто нужно было учиться, и я начал узнавать про грантовую программу, я начал, давайте так, про вузы, потому что я понятия не имел тогда, что есть какие-то гранты, да? Я думал, что, как всегда в России, всё бесплатно, мы как приедем, мы такие талантливые, покажемся, вот они, и они такие говорят, давай, заходи на бюджет. Таких слов нет здесь, понимаешь? И я начал узнавать про вузы, потом я встретился с этой информацией, что вузы, оказывается, все платные, и они платные. А ещё был курс доллара нормальный, 30 рублей, ну как нормальный по сравнению с сегодняшним, вот. И казалось, всё равно колоссальные деньги, это по обучению стоило, типа, 16 тысяч долларов в год, это ещё не топовые вузы, а, например, там, Стейнхард в НВЮ и прочее, там, стоят по 75 тысяч долларов в год, и какие-то просто были нереальные. И, ты знаешь, в этот момент опять история Бенджамина Бартона, почему мы про неё сегодня так вспомнили. Подруга, подруга моя, понимаешь, она, моя однокурсница, она... А у неё была мечта жить в Лос-Анджелесе. Вот она мечтала жить в Лос-Анджелесе и не знала, как туда уехать. И на тот момент в Лос-Анджелесе был вуз Ли Страсберга и в Нью-Йорке. И она уже уши навострила, она уже уши навострила туда, я уже сейчас понимаю, да, она уже хотела, и она говорит, слушай, я хочу поехать, типа, со своим молодым человеком в Нью-Йорк посмотреть вуз, потому что, как бы, главная такая штука, нью-йоркское, да, отделение. И говорит, я хочу походить по вузам, потому что я выбираю между Нью-Йорками Акэземи, например, или там Ли Страсбергом, или ещё чем-то, я хочу поехать. Ну, учиться, да, назовём это так. Вот. И я уже был уже Бродвеем одурманен, я уже был пьян этой музыкой всей. Я когда услышал это слово Нью-Йорк, у меня когда было ощущение, что я впервые увижу этот спектакль, всю живую, которую мы сейчас только что пели, понимаешь, они тут на трёх нотах уже звучали great terrific так, что я увижу это на Бродвее, наверное, я там вообще останусь навсегда. Вот. И ты знаешь, она мне предложила, я сказал, да, конечно, поехали. В итоге мы поехали со своими там тоже приключениями. В итоге мы приехали в Нью-Йорк, мы начали ходить по вузам, и мы пришли в вуз, в Ли Страсберг, можно было сделать тест на зайти и посмотреть занятия какие-то. И она пошла на эктинг, а я пошёл, конечно же, увидел в расписании музыкальный театр, предметы, и я пошёл на музыкальный театр, и всё. А там дальше судьба уже сама случилась. На музыкальном театре был педагог, который потом впоследствии стал моим педагогом. Он меня увидел, он увидел мои какие-то глаза, они мне предложили... У них был класс по вокалу, они как раз занимались вокалом в Музею Мюзиклоум, они мне в тот момент предложили спеть какую-то песню. Я спел песню, которую я пел на бродвейском показе в Москве. Эта песня оказалась, не знаю, любимой песней этого аккомпаниатора. Короче, всё сложилось, знаешь, они всё знали. У меня же не было нот, надо же с нотами приходить. Они знают эту песню. Всё сложилось, всё сложилось, и просто они мне сказали, говорят, слушай, у тебя просто дарк, у тебя дарк в музыкальном театре, тебе надо заниматься. И потом, как мне кажется, потом, когда я уже подавал на applications, на гранты и на грантовую программу, был тогда тот момент, насколько я знаю, может, в Страсберге, по-моему, сейчас тоже, для иностранных студентов тоже есть грант. Я просто... Да. Просто нужно было референс одного из педагогов, и я попросил референс того педагога, которому я пел, который работает в этом вузе. И, соответственно, мне кажется, они мне просто меня... Просто он вспомнил меня, меня акцептили сразу же. И всё. Ну и, знаешь, вот как-то всё случилось. Но, опять же, я поступал... Я не знаю, можно про это рассказывать или нет. Ну, сначала-то, наверное, можно, я уже диплом получил. Я обманул же вуз. У меня была одна обманка, был один секрет. Одно из основных условий – это был английский язык. А я его не знал вообще. Ну вот вам и ответили, что с английским по приезду было сложно. Слушай, я не знал язык вообще. И третий тур, собеседование на грант – это интервью. Интервью обычно персонально. Тебе нужно прилетать в страну. Но ввиду того, что наши страны очень друг от друга далеко. И в скайп-интервью. И в итоге скайп-интервью за меня сдавал мой друг. Вот. Мы... Это был этюд на века, Инга. Я тебе расскажу, это был капец. Это был этюд, это просто фильм. Короче, камера. У меня еще тоже был компьютер. Ты на ноуте показывал, что писать. Наш такой, мне 20 лет. Слушай, я тебе расскажу. Короче, интервью идет по твоим документам. То есть документы включают резюме, документы включают эссе. Почему ты хочешь учиться. Там ровно. Ну, я не буду говорить, что я это написал все в Гугле. В Гугл Транслейт. Я сейчас переслал. Слушай, это так смешно. Я случайно сейчас нашел пакет документов моего поступления в институт. Я читаю это эссе, и у меня слезы из глаз идут. Потому что там из разряда. Я, привет, меня мальчик, собака. Я идти... Я имею ланчик. Кинопродукция. Я буду... Вот там таким языком написано. Я просто тупо написал красивое сочинение на русском. Ну, то есть мы сейчас понимаем, да, что конструкции и предложения совершенно иные. Я написал и просто тупо перевел в Гугл Транслейт 2009 года. Это, соответственно, председатель уровень Гугл Транслейт 2009 года. И он просто тупо тебе слова перевел несогласованно. Я это все отправил. Короче, это капец. Возвращаемся к интервью. Интервью это вообще класс. В итоге документы все эти... Мой друг прочитал. Я говорю, Ром, учи все, учи. Если что, буду там подсказывать. Я на слух-то более-менее понимаю, я ничего сказать не могу. Но самый распространенный зажим на английском языке, когда ты не можешь сказать ничего. Да-да-да. Понимаешь, вроде все понимаешь. Собака плавала, да? Как тебе кажется, да. И мы заклеили камеру. А дальше был этюд века. Мы заклеили камеру. И звоним в ВУЗ. Все у нас время собеседования. Мы звоним в ВУЗ. Включается их камера. Я вижу, там сидит board. Там три человека, которые собеседуются. Собеседуют меня. И я... Ой-ой-ой. Это можно говорить? Сори-сори. Нельзя, нельзя. Дети, дети. Очень много детей. Ой, сори-сори. Я тебе говорю, у меня просто эмоции в этот момент вылетают. И я такой думаю, капец. И я не понимаю, что делать. И дальше этюд. Они говорят, типа, включите камеру. И мы говорим, она включена. Они говорят, мы вас не видим. Я говорю, ой, типа, странно. Типа, я себя вижу. Типа, я себя вижу. Все, я себя вижу. Они говорят, давайте перезвоним. Давайте. Все, у нас уже пот уже. Знаешь, вот здесь, вот здесь реки. Мы, знаешь, идет снова звонок. Куда этот скайп такой. Снова звонок. Мы снова. И дальше происходит штука такая. Они говорят, снова не работает. И они говорят, блин, так странно. Говорит, я не понимаю, может быть, это проблема с интернетом в России. И они такие говорят, окей, ничего страшного. Вот в этом чисто американцы. Они говорят, ничего страшного, давайте так. Все, мы выдохнули. Рома разговаривал. Я сидел на компьютере рядом, на ноутбуке. Какие-то вопросы. Они там спрашивают, что это про Станиславского чего-то меня. Почему там дел? Ну, вообще, на самом деле, абсолютно базовое такое интервью. Очень простое. Им нужно просто было послушать, видимо, насколько я. Но в итоге пришло потом это заветное письмо, как из всех фильмов тогда еще. Помнишь, приходит письмо, когда ВУЗ тебя акцептит, да, и там написано «Congrats», типа ВУЗ, там, поздравляем, вас акцептили. Отдельное письмо финансовое, что там идет выплата, ну, там, всякие документы финансовые. Потому что, забегая вперед, нужно ребятам сказать, что неважно, получаете вы грант или нет, образование платное для вас. Другой вопрос, что ваши счета вы отправляете в компанию, которая покрывает эти счета. Вы не платите их со своей карточки, а оплачиваете этот счет компания, которая дала вам грант. Либо у них там свои взаимоотношения. Но, как бы, все равно, фактически, образование платное для всех. И, соответственно, вот таким образом я поступил. А сейчас у них, я не знаю, после меня или не после меня, но они ввели сейчас обязательный... Вот этот тест, TOEFL. TOEFL, IELTS. Да, IELTS. Вот это. Это международный закон. Да. Сейчас, я думаю, что сейчас просто уже правила изменились, и уже просто нужен сертификат. Тогда, вот, понимаешь, я сейчас понимаю, если бы тогда нужно было сдавать TOEFL, я бы не сдал, я бы не учился, я бы сейчас здесь с тобой не сидел, мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Это чистая, чистая история вот такая, как бы, судьбы, знаешь, когда она тебя ведет, ведет вот так, и двери открываются, открываются, открываются. Так, хорошо. И, значит, ты пошел в посольство, получил студенческую визу, я так понимаю. Да, они мне дали, соответственно, они мне дали студенческую визу, у меня было образование на один год, вот, один год, это называлось консерваторная программа однолетняя, я пришел на один год, мы отучились, я, ну, вот, без языка и все, но слушай, я профессиональный актер, понимаешь, я знаю, как, я знаю, как играть. То есть я их покорил эктингом сразу же, ну, в плане того, что мы, ну, такое дурацкое слово, почему я его сказала, зачем покорил эту какую-то херню, и, вот, ну, понравилось им, короче, как я играю, понравилось им, понравилось им, понравилось русская теоретическая школа, просто понравилось кому-то, вот, и в итоге, знаешь, как-то все сложилось, педагоги ко мне были хорошо расположены, плюс по танцу, по вокалу я набрал все предметы в музыкальном театре, что там нужно просто было учить и просто быть ответственным студентом, а потом произошло в конце первого года, есть такая штука, это дикость для русского театрального студента, один раз в жизни в театральном вузе в американском есть показ на кафедру, ну, как бы, как для нас на кафедру, и это такое большое, это была такая синнайт для Анны Страсберг, Анна Страсберг, если кто не знает, это жена Страсберга, которая вот сейчас, она уже старенькая, и она один раз в год устраивает показ, на котором показываются лучшие отрывки за год обучения, и вот она, и вот там это где-то 5-6-7 отрывков, которые педагоги выставляют на показ. А в России этого нет? В России, конечно, это есть, но в России это каждые 2 месяца, или каждые 3 месяца, или каждый месяц мы что-то показываем, то есть то, что мы выходим на площадку в России, это нормально, это норма для американцев, они год готовились к этому, мне вообще было, как бы, ну, господи, господи, я сто раз... Сто раз выходил, да, на площадку, и как бы они, в итоге там нужно было, в итоге нас отобнерша, тоже русская девочка мира, мы с ней делали сцену Джон Патрик Бла-бла-бла, да, вот называться, сомнения, есть такой фильм даже, вот, и мы делали эту сцену оттуда, и, ты знаешь, мы ее показали, а потом, ну, то есть закончился этот показ, а потом оказывалось, что Анна Страсберг выбирает какой-то отрывок и, типа, дарит еще один год обучения, бесплатно, уже от вуза, и таким образом я попал на второй год, ну, вот, знаешь, опять же, вот, если бы я знал, там, если бы мы бы там как-то волновались, наверное, может быть, мы как-то стремились, да, она вообще была пухня, нам просто хотелось выйти на площадку из особенностей американского вуза, театрального еще, выход на площадку, когда ты учишься в Америке на больших программах, редкость, как ни странно, ты выходишь в основном по музыкальному театру, по музыкальному театру есть показы, да, по всем остальным предметам нет показов, актерское мастерство, почему-то в американском вузе, это такое таинство, которое вот в одной комнате, вот в такой маленькой комнатке, и никуда оно не выходит, бред, артисту нужно выходить, поэтому мы хотели выйти просто, и мы вышли, и вышли, видишь, неплохо, оказывается, И, оказывается, неплохо вышли. А еще были русские у тебя на курсе? Сколько вообще было ребят на курсе? Слушай, понятия курса в нашем вузе, соответственно, там, в NYU Strasburg, такого понятия, как курс, нету. Курс есть только, если ты без степени, да, степень какую-то, ты учишь, например, на бакалавра of fine arts, да, bachelor of fine arts degree, и либо там, не знаю, на мастерс уже. В Америке же ты берешь кредиты, да, то есть, как бы, это такая штука тоже новая для русского понимания образования. Ты берешь предметы, ты не берешь, ты не учишься целиком с одними и теми же ребятами. Ты, у тебя, знаешь, так, курс на предмет. Вот, например, я взял предмет, там, не знаю, вокал advanced 2 уровень, да, там, супер продвинутый уровень по вокалу. И вот у тебя на семестр есть какая-то группа, которые также люди со всего института взяли этот уровень вокала и этого же преподавателя. И вот у вас с ними курс на семестр. Потом такой же предмет, например, я хочу, например, взять метод of acting, да, например, базу, и хочу взять вот конкретно этого преподавателя. Лолукоин, например. Я беру Лолукоин, и вот кто так же, как и я, взял этот кредит, с моими становятся однокурсниками на 3 месяца. Все. И так по каждому предмету. То есть вот такого, как мы в России, да, вот нас собрали в такую группу, в такой курятничек, и мы вот по всем классам ходим, как в школе. С одного урока на другой урок и на третий. В Америке же нет такого. То есть мне, кстати, этим очень нравилось, потому что мне безумно нравилась вообще система того, что ты сам выбираешь себе предметы, сам формируешь свое расписание, и самое классное, что ты выбираешь себе преподов. Потому что у тебя, я помню вот это, мы, конечно, знаешь, я сейчас понимаю, мы приехали, я был просто дикий человек, просто дикий человек, в плане того, что для меня была дикость, что я могу выбрать преподавателя. Или я не понимал после русской театральной школы, когда мне ставят Ивана Петровича, я не понимал, как можно сказать, прийти в адмишнс, да, прийти в ректорат и сказать... Это официально, кстати, ребята, кто сейчас нас смотрит, это официальная информация, у вас есть две недели после того, как вы выбрали педагога и класса, его изменить. Вы можете прийти и сказать, не пошло, преподаватель не мой, мне не нравится, мне с ним неинтересно, мне не заходит, я не хочу. Тебя тут же переводят, тебе дают этот кредит, ты идешь дальше, у тебя снова две недели есть. И это гениально, потому что вначале, знаешь, мой первый семестр, это была самая большая ошибка в ВУЗе, потому что я взял, знаешь, как по правилам, я спросил, а вот кто самый хороший? Я вот начал собирать мнения, и вот, короче, ты понимаешь, да, сколько людей, столько мнений, мне насоветовали все подряд. Вот у меня первый семестр, это были самые плохие педагоги, я еще в тот момент не знал, что можно было выбирать, понимаешь, и я мучился. Я три месяца ходил и мучился, мало того, что я не знал английского, да, мне мира все на ухо переводило, я просто молчал. Потом я мучился, что какие-то дураки мне преподают. Ну, слушайте, давайте честно, педагоги разные везде. Есть педагоги хорошие, есть педагоги, которые любят свое дело, есть педагоги, которые ненавидят свое дело, есть педагоги, которые зарабатывают бабки, есть педагоги, которые сидят в ВУЗе для статуса, потому что им нужен статус, они преподаватели такого-то ВУЗа. Людей, которые любят свое дело и знают свое дело, единицы. Я думаю, что, Инга, ты мне сам, по любому предмету, и по вокалу в том числе, людей одаренных, которые могут чего-то дать от души, их единицы. Слушай, есть большая, уж я знаю, есть большая разница между, есть люди, которые очень хорошо знают свое дело, но это не делает их хорошими преподавателями, к сожалению. Конечно. И это надо понимать им самим в первую очередь, что, конечно, есть большие профессионалы, и в NYU в том числе, но они, к сожалению, не могут донести свои знания, наверное, так, как я бы хотела или другой студент. Да, это я думаю, это как любовь, это как любовь. Вы должны просто совпасть, как пазл. Вот, знаете, вот твой педагог должен совпасть с тобой, и поэтому, как бы, я же сам сейчас преподаю актерское, да, и очень много, и онлайн, и я прекрасно даю возможность всегда сказать, что, слушайте, ребят, я есть, если вам сейчас вот заходит, значит, я для вас, значит, мы сейчас с вами работаем, классно. Если нет, ничего страшного, значит, просто, значит, возможно, нужен другой человек, а может, сейчас не время. Это же такая штука, но вот, опять же, вот ты мне, когда мне предложила поговорить про обучение в США, я прямо с удовольствием согласился, потому что это, наверное, лучшее, это самое счастливое время в моей жизни, потому что вот этого счастья обучения, вот ты меня поймешь, вот этого счастья обучения, когда ты, каждый твой класс, каждое твое расписание, каждая буковка в списании составлена тобой с твоим желанием, и я бежал, и просто, знаешь, я думал, о, боже мой, сейчас у меня этот класс, а потом сейчас у меня этот класс, вот с этим человеком, а потом у меня с этим человеком, это было счастье. Я учился в УЗИ, не знаю, вот сколько, в общей сложности, во временном времени полтора года, в учебном два года, да, как бы учебным, если мерить, это были вот эти полтора года, это было лучшее время, я потом, когда мне пришлось, потом уже у меня закончилась виза, мне пришлось уезжать, вот, я брыдал, я просто рыдал, мне так не хотелось уезжать, ты знаешь, это просто, вот знаешь, как разрыв, вот, разрыв сердца какой-то, грустно мне было вообще. И мне препод, кстати, сказал потом, мой, вот опять, который меня тогда и увидел, и тогда, когда я по вокалу, и когда со мной уже так прощался на тот момент, он мне сказал, я ему говорю, я плакал, и у меня был индивидуальный урок по вокалу, рядом с Metropolitan Opera, я помню, вот туда ходил, я прям рыдал в этой студии, в Shelter Studio, там такая есть, и это такая комната, знаешь, 2 на 2 метра, я рыдал, я понимал, что мне надо уезжать, я не хочу уезжать, и он мне такой говорит, типа, ну, по-английски, конечно же, он мне так говорит, что, типа, не расстраивайся, потому что все, что должно с тобой случиться, все случится. Он говорит, тебе надо сейчас уехать в Россию и приехать в Штаты звездой, он мне сказал. Я говорю, что? Какой звездой? Вот, и он говорит, тебе надо уехать в Россию сейчас, так сделать все, вот так отдаться работе своей, так отдаться своему вот passion, да, как они говорят, вот такой какой-то душевности и такой страсти своей к работе, что тебя обязательно заметят, и тебя потом, ты в Штаты потом приедешь, как не просто какой-то, а как уже отдельный. И, на самом деле, ну, почти так и получилось, да, почти так и получилось. Знаешь, я приехал в Россию, потом меня сразу же взял в театр мюзикла московский, и меня так повезло с главными ролями, я тут же начал преподавать в Чукинском училище, я тут же начал работать где-то в каких-то других вузах, в каких-то мастер-классах, потом я чуть-чуть начал журить, потом у меня началась куча озвучания. Вот знаешь, как будто вселенная собирала мне кредиты для Extraordinary Green Card, вот знаешь, вот я потом понимаю, что, знаешь, как будто вот по пунктам все, знаешь, мне нужно было международное судейство мне пригодить конкурс, мне нужно было это, я преподавал в вузе, мне нужно было это, меня позвали в другой вуз, мне нужно было это. И оно, знаешь, не я собирал этот кейс, а кейс собирался для того, чтобы потом через 4 года мне уехать. Потому что как я потом оказался обратно в Штатах, это же еще отдельная история, это еще одна веха в моей жизни, это, я не знаю, тебе интересно, про Broadway Dream я могу тебе рассказать, как вообще, как в итоге я оказался здесь, почему я сейчас здесь сижу. Ну, сколько времени это занялось? Рассказывать? Рассказывать. Расскажи мне, сколько времени занялось, знаешь, что? Через какой период времени ты заговорил по-английски уже? Ой, ну, слушай, по-английски я заговорил через, я тебе скажу так, три стадии изучения английского языка, мои личные. Первое, три месяца, это я ни черта не понимал. Я сидел, мне переводили на ухо, я ничего не понимал, у меня был жуткий стресс. Плюс огромное желание учиться. Второй момент. С третьего по шестой месяц. Отпустила, я стал все понимать. Ты такой, я все понимала по словам, взглядам. Да, да, все, знаешь, как-то отпустила, знаешь, мне уже, я уже там с преподавателем мог бы что-то болтать, там, какую-то еще. Как мне тогда казалось? С третьего по шестой месяц, вторая стадия, восторг. Дальше, жесть. На шестой месяц, на шестой месяц... Ты начинаешь понимать слова. Слушай, до смешного, это чисто психологический момент. Я уже учился в ВУЗе, то есть это уже был где-то третий семестр. У меня уже огромное количество друзей, все знают, что я Russian типа guy, и типа бла-бла-бла, и типа я музыкальный театр, я пою, весь институт меня знает. Бла-бла-бла-бла, мы там все тусим. Сегодня ночью в баре, завтра это этот. У меня там есть друзья, мне там пишут в этот. Я вот... Это был переход с шестого на седьмой месяц. Какое-то утро я просыпаюсь, у меня идет обычная рутина, мне звонит также какой-нибудь классмейт, и мне что-то говорит... Бла-бла-бла-бла-бла. И я такой говорю... И я внутри, я понимаю, что что-то, что-то, блин, что-то, что-то, что-то не так встал, что ли. Что-то плохо слышу, не понимаю, что он говорит. Я говорю, чего? Он мне такой снова... Я понимаю, что я не понимаю, что он мне говорит. Я, знаешь, кладу трубку, иду в институт, подхожу к институту. Все люди, которые вчера со мной разговаривали нормально, со мной продолжают разговаривать, и я понимаю, что я не понимаю ничего. Ты знаешь, это было какое-то, знаешь, очень было страшное ощущение какое-то. Я реально в какой-то момент перестал понимать. Что-то, какой-то тумблер случился, и дальше у меня вот был такой переходный момент, когда почему-то я очень трудно... Знаешь, ушла вот эта легкость языковая. Мне снова сразу стало сложно понимать. И вот я промучился где-то, наверное, два-три месяца вот в таком режиме, и с девятого места меня отпустило. С девятого месяца снова фу, отпустил, и все. Там какой-то... Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, может быть, надо с какими-нибудь людьми, с лингвистами, с психологами разговаривать, что это за стадии было. И то, кстати, очень интересно. Но вот после девятого месяца я уже заговорил, я уже все понимал. Я тебе признался, что я, ввиду того, что я выучил язык на слух, я, конечно же, могу завершать кучу огромных количеств ошибок. Я знаю, что наверняка я не без грамоти, наверное, в грамматике, в каких-то, если меня проверять по правилам. Но я очень легко разговаривал, я очень легко общался, я все прекрасно понимал. И в какой-то момент я себе спросил, окей, мне что важно, быть лингвистом или мне нужно быть человеком, который наслаждается жизнью и легко общается с друзьями. И я сказал, конечно, я хочу быть живым человеком, который наслаждается жизнью и общается с друзьями. И я все, я забил на эту грамматику, я сказал, все, ок, я живу. Мне это... Сразу же, на пробу, я мог выучить, я читаю текст, учу, все понимаю. Общаюсь, я общаюсь. Ты знаешь, я тебе могу сказать, потом уже, когда я уже приехал, начал уже преподавать уже в вузах здесь, потом уже преподавать, и вот сейчас. У меня тоже вначале была такая штука. Моменты, пока я просто понял, что, окей, прекрасно все понимают. Даже, может быть, это и круто, то, что я с аутентикой с какой-то говорю. Сейчас, да, сейчас я также учу, вот я сейчас пользуюсь карантином, я сейчас, например, учу грамматику, да, я также ее прокачиваю, да, там что-то смотрю, какие-то. Занимаюсь, у меня есть репетитор, да, я занимаюсь раз в неделю тоже английским. Потому что сейчас я до этого дошел, мне сейчас просто в кайф, и мне хочется. Как мне в кайф сейчас снова учить ноты заново, так же мне в кайф сейчас учить английский заново. Я вот прям получаю удовольствие сейчас от этого. Ты работаешь над акцентом? Да, да, да. Чарльз Беккер есть такой замечательный преподаватель, он есть в сбуке, у него есть онлайн-курс, который, если вы обладаете нормальной усидчивостью, курс гениальный. Я могу вам там скинуть ссылку, ты опубликуешь ребятам. Замечательный мужик. Очень понятно объясняет. Это аудиокурс, это книжка, она стоит 75 долларов, вот она вот такого размера. И аудио. Ты слушаешь и повторяешь. Слушаешь и повторяешь. Если ты обладаешь усидчивостью, у тебя есть желание, ты как минимум поймешь, как работают американские звуки. Другой вопрос, что я сейчас, опять же, вселенная меня подкинула. Я сейчас учусь на речи в NYU. Это Стейнхард ВУЗ. Я попал туда на, это называется, спич клиник. Стейнхард ВУЗ – это отдельное подразделение вуза, когда тобой занимаются с твоими проблемами по языку. Они отслушали assessment два семестра назад мой, они отслушали все мои проблемы. Они создали программу специально для меня, где какие у меня моменты, которые мне нужно выправить. И они занимаются. Это тоже классная, гениальная штука. Я тоже попал на грантовую программу, я тоже написал. Это, кстати, ребята, я вам хочу сказать, которые нас смотрят. Не бойтесь писать вузы и не бойтесь писать о себе так, как есть. Не бойтесь написать, что я такой, вот у меня сейчас такое. Не надо никаких сочинений правильных. Должно быть человек. Все хотят видеть людей, все хотят видеть живых, настоящих людей, которые чего-то хотят. Если вы хотите, у вас нет бабла и нет денег, как у нас у всех. Напишите, я так хочу, у меня нет этих денег, но я так хочу. Если это будет подкреплено, ни один вуз вам, во-первых, ни один вуз вас не оставит без ответа. Они всегда отвечают. И этот ответ, это всегда начало дальнейшей переписки. Если вы чего-то хотите, я вообще, я супер-дриммер. У меня в жизни все случается, что я хочу. Только потому, что я не стесняюсь это, вот знаешь, как-то, по всем смыслам. Я не боюсь это озвучивать. И не боюсь это озвучивать, в первую очередь, себе. Не боюсь это озвучивать небу, вселенной. И не боюсь это озвучивать людям, которые вокруг меня. Все. Понимаешь? Это такая, это очень классная философская штука. На нее безумно нужна, конечно, свобода. Вам нужно внутри понимать, что, окей, я такой, какой я есть. И я не буду, я не стану хуже, если я вдруг кому-то признаюсь своей слабости в том, что, например, я в 23 года после окончания лучшей театральной школы России и Щукинского училища хочу еще поучиться. Потому что для моих коллег это было... Да-да-да, я с этим сейчас сталкиваюсь, это очень интересно. Понимаешь? И на меня это невольно действовало. Пока я не нашел эту свободу и сказал себе, ребята, это моя жизнь. Я хочу, мне хочется, я мечтаю об этом. Все. Все сразу стало помещаться. Вообще, по-хорошему, если так минимизировать совет, наверное, я желаю не оглядываться по сторонам. Вот знаешь, вот как-то настолько быть... И у меня и классы все мои построены, чтобы возвращаться к себе, на том, чтобы любить себя, чтобы воспитывать самоощущение. Вот вам нужно научиться смотреть и чувствовать себя. Потому что в этот момент, когда ты чувствуешь себя, в тот момент, когда ты понимаешь, ага, для меня это сейчас хорошо, тогда не страшно. Потому что происходит обычно другая штука. Мы боимся, мы не знаем себя, мы внутрь себя не смотрим, мы начинаем, что делать, мы начинаем сразу же оглядываться, а что скажет этот, а что подумает этот. А что делают другие люди, а что подумают другие люди. Понимаешь? И все. Это утопия. Это значит, что мы остановились, и мы просто не идем. А если вы внутри говорите, что... Да, я хочу. Да, я в этом... Да, я в этом... Да, я плохо, наверное, не знаю. Я хуже танцую, чем мои, например, коллеги. Но я сейчас здесь, а мои коллеги не здесь. Понимаешь? И меня это... Мне это как бы... Мне это не хуже никак не сделало. Просто когда я на кастинг прихожу, они прекрасно понимают, что я намного точнее как артист и как вокалист, чем, например, танцор. Ну, не танцор я. Хотя, может быть, и неплохо двигаюсь. Понимаешь? И вот таких нюансов вот в этот момент надо себе просто очень честно сказать. Вот оно такое, как есть. И класс. И это круто. Эту индивидуальность хотят. Это, кстати, забегая вперед уже к кастингам. И к пробам. Не бойтесь делать плохо. Не бойтесь делать... Особенно, знаешь, у актеров есть такая... Мне не нравится, как я здесь выгляжу. Да это бред, как ты здесь выглядишь. Не на это смотрят. Смотрят на тебя. Смотрят на то, как тебе не нравится. Вот там есть такой нюанс. Блин, это отдельная тема, вот эти аудишины. И я супер благодарен американскому вузу, потому что здесь есть предметы. Auditions называется. Audition техник. Как проходить кастинги. Про пробы, да, про пробы. Один, два, три. Рассказывать, что делать. Да. И это надо очень понять философию просто проб. Философия проб совершенно другая. Философия проб это да, да, нет, нет, все. Да, да, нет, нет. Мэтч следующий. Это тиндер. Ребят, это тиндер. Если я не знаю, как вы там, как программа называется, в которой вы свайпите. Да, да. Нет, 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 может быть. Нет, 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 может быть. А вот здесь может быть... Вот он, вот он кастинг. Это не про то, не про талант. Талант, это не про талант. Талант, это наша с вами история внутри себя. Я должен развиваться для себя, чтобы не врать. А в момент, когда я прихожу на пробы, они не смотрят меня. Потому что самая главная ошибка, которая, и такая самая главная страх, наверное, у артистов, у всех, это когда мы приходим на пробы и думают, ой, они сейчас подумают, что я плохой артист. Да не подумают, у них нет, на тебя перелигнули. У них нет времени. Это кастинг, голос. Слушай, я работал, готовил ребят на голос, как вокал-коуч. Это такая же история. Если не будет индивидуальности, да нахрен, как ты поешь? Все хотят людей, все хотят истории. Потому что шоу, особенно понимание вот этого шоу, это про людей. Голос, это лишь маленькая часть, один маленький лепесточек. Им нужна история, им нужен человек, им нужно такое, им нужен характер. Им нужно много чего. И если ты в этот момент, когда приходишь на пробы, думаешь только о том, как спеть, это бред. Это сразу в минус. Это не об этом. То же самое с актерами. Нельзя приходить на пробы, думая только о роли. Это бред. Все хотят... Все хотят, как ты с этим, как ты с этим живешь. Вообще ты не ты. Короче, я сейчас вообще уйду в другую степь. Нормально. Что там, какие вопросы нам задают? Что нам, какие вопросы ты задаешь? Спрашивают, как ты обратно оказался в Америке, если у тебя есть грин карта и так далее. Ну, вариантов много, но я думаю, если ты хочешь, то скажи свою личную историю. Ну, в принципе, там довольно много вариантов. Слушайте, грин карта, ОВАН, любой тип визы, который это, это лишь тип визы. Это как бы, это виза всего лишь. Не об этом, наверное, да. Я думаю, что в моем случае у меня просто, опять же, я обожаю, вы знаете, вот так оглядываться. И пусть, может быть, моя история, моя жизнь в сегодняшнем моменте будет для кого-то классным таким моментом, чтобы понять... Ну, вообще, я из тех людей, которые вызывают замечать знаки в своей жизни. Это очень классно, очень нужно. И вот в моей жизни знаков очень много присутствует, и я за ними всегда слежу. Что произошло как? Я вот уже работал, 4 года, соответственно, после окончания вуза, я уже, это, мне уже 30 лет, да, мне уже, не 30, 29 лет. Я работаю в Московском театре мюзикла, я уже несколько лет преподаю в театральном институте, лет 6, 5, 5, нет, 4, 5. Сколько-то лет я преподаю в театральном вузе, у меня уже несколько спектаклей, я озвучиваю очень много, у меня все хорошо. У меня растрачники, я вешу по всей Москве на плакатах, у меня все хорошо. И происходит уникальная штука. В апреле 2016 года в Москву приезжает компания Broadway Dreams. Это такая компания, забега вперед, очень кратко расскажу. Это компания, которая ездит по всему миру и ищет талантливых ребят, чтобы потом один раз в год привезти их в Нью-Йорк на один день, 21 ноября каждого года, и в Линкольн-центре с полным оркестром этих ребят показать кому? Продюсерам бродвейским, кастинг-директорам бродвейским, агентам бродвейским, людям, инвесторам, которые заинтересованы вообще в принципе в музыкальном театре. Это такая биржа. И в апреле 2016 года я пошел на эти курсы, на эти классы, и так случилось, что я попал в шоу, конечно, это пятое-десятое, и, соответственно, забегая вперед, уже там огромная тоже история, мы об этом не знали, что они выбирают людей, потому что они в первый раз были в России, мы компанию эту не знали, мы думали, что это просто мастер-классы, как всегда, а потом оказалось, что они забирают людей, они выбрали двух мальчиков, двух девочек, и я попал в число этих людей, и они пригласили, это был апрель 2016, они пригласили на ноябрь 2016 в Нью-Йорке выступать перед агентами. И в этот момент я просто, знаешь, в этот момент, вот забегая вперед, отматывая как раз назад пленку, я в этот момент, ты знаешь, когда работал уже в театре, еще чего-то, у меня всегда грезило такое, что типа, блин, мне нужно ехать в Нью-Йорк, мне нужно ехать на Бродвей, мне нужно ехать на Бродвей, я же должен быть на Бродвее, почему я здесь, почему я здесь, при этом у меня все хорошо, да, при этом все работает, и ты знаешь, это про знаки этой истории, я знаешь, вот когда смотрел какой-то фильм дома, я помню этот момент, я смотрел фильм какой-то дома, и где-то был Нью-Йорк, или где-то 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 было какое-то изображение города, меня прямо внутри, как будто меня били вот так в грудь. Я такой думаю, блин, знаешь, почему я в Москве, я должен быть там, я должен быть там. И знаешь, вот так у меня началось это. Потом я подумал, включился мой мозг и говорит, тебе 30 лет сейчас будет, у тебя все хорошо, ты преподаешь в театральном вузе, ты играешь в театре, вот ты снимаешься в кино, у тебя все хорошо, сиди, через 3-4 года тебя подадут на заслуженного и все будет хорошо. И дальше пенсию получишь. Понимаешь, какие мысли? И все. И как только я себе в какой-то момент сказал, что наверное, мне нужно от мечты отказываться, знаешь, такой момент наступает к 30 годам, знаешь, такой момент, и ты себе говоришь, блин, да, наверное, Бродвей, это все детские мечты, наверное, Голливуд, это все детские мечты, наверное, надо возвращаться к реалии и действительно у меня все хорошо. Многие артисты вообще сидят без работы, а я играю главные роли там. И что-то мне вообще с жиру бесится, вообще как-то не это, это не надо играть с судьбой, бла-бла-бла-бла-бла. Мои такие, знаешь, разговоры такие с социалочкой, с Голливудой. Твой внутренний демон такой, да-да, у всех у нас есть. И думаю, ну, наверное, надо мне действительно остановиться, наверное, мне надо остановиться и сказать, что, наверное, признаться себе, что Бродвей, это, наверное, моя... И вообще Нью-Йорк, это, наверное, моя мечта детства. И как я только себе сказал, через месяц приехали Бродвейд Рейс. Вот как только я себе сказал, что я останавливаюсь, и я не еду на Бродвей, Бродвей физически приехал в Москву. И фактически, вот если посмотреть таймлайн, они меня просто взяли, забрали из Москвы, вот так переместили в Нью-Йорк и поставили. Так я оказался здесь. За это время, конечно, я уже понимал, что я буду оставаться, и когда я летел на выступление в ноябре, я уже внутри знал, что я не полечу обратно. И я никому не говорил. Практически никто из моих ребят, с кем мы прилетели, не знали, что я не полечу обратно. Я им об этом... Я не помню, как это случилось, но, по-моему, я, может быть, и вообще не говорил, я просто не поехал в аэропорт. Они поехали обратно после выступления, я не поехал. Боже мой. Боже мой. И все это осталось, и я остался просто здесь. Ну, я остался, конечно, уже... Я уже понимал, что у меня все готово для того, чтобы сделать визу рабочую. И все, я сделал рабочую визу, мне ее очень быстро дали. И буквально, наверное, когда уже я смог вернуться к своей жизни через, наверное, 6-7 месяцев полноценных. Вот. И это был... Ну, это такой... Это, знаешь, такой... Это был такой дауншифтинг, такой прям колоссальный, потому что в этот момент ты реально как бы остаешься как бы без всего. Когда у тебя было все, и ты остаешься без всего, с нулем. Мой телефон замолчал. Он просто замолчал. Да-да-да, это страшно. И это было где-то полгода. Но за эти полгода я настолько переформатировал себя внутри, я настолько избавился от всякой хрени, которая мне мешала, я настолько стал ребенком, я настолько стал счастливым человеком, что я вошел потом уже в Нью-Йорк, а уже абсолютно другим, знаешь, в хорошем смысле, бесстрашным, наивным, со своей собственной добротой, которой я всегда стеснялся, я вошел и просто радуюсь и все этому. И ты знаешь, что все сложилось. О, блин, это что, час прошел, блин. Да, он позволяет только час, потому что сейчас пик, ты же знаешь, сейчас у всех самое рабочее время, поэтому... Ну ничего, мы поздравляем. Вернемся, вернемся к этому, в это прекрасное состояние того, что ты вернулся. И там был вопрос о том, на каких основаниях ты вернулся. Рабочая виза. Просто рабочая виза, да. Ну как бы... Я на тот момент уже просто понимал, что у меня было время с апреля до ноября, я сейчас уже могу об этом разговаривать, да. У меня было время, чтобы как бы готовить документы, и все. Я просто понимал, что... Да, видимо, в тот момент, когда я отказался, и сказал, что все, пока мечта, мечта приехала за мной. Вот опять это про знаки. Я просто понял, что так не может быть. Так не может быть просто так. Это явно для чего-то. И я просто понял, и я сказал себе, окей, я сейчас поеду, выступлю, и я не... И я вернусь в Москву. Зачем? Тогда зачем я там был? Для чего? И забегая уже вперед, как бы когда мы приехали в ноябре, на этом шоу-кейсе, я уже потом встретил своего будущего агента. Ну, как встретил? Он меня присмотрел. Подписали они меня через, наверное, полгода. Вот. И тоже, это, знаешь, такая штука, вот ты меня просто направь в какие-то моменты в жизни интересны, потому что этот момент, вот этот момент переезда, вот этот момент дауншифтинга и, как бы, поиск у себя, он любопытен, потому что было все. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что после огромного количества главных ролей в кино, в России, я абсолютно снимался, например, в бэкграунде здесь легко, в Асовке. Вот знаешь, давай об этом поговорим, почему я объясню, потому что никто, не то, что никто, но человек, не живший в эмиграции, я грубо, наверное, говорю о эмиграции, но это так и есть, это то, что есть. Ты эмигрируешь в ту страну. Конечно, конечно, да. И вот этот момент, который... Да, и ты вот, ты правильно сказал, что твой телефон в один день, он замолкает, и замолкает не на один, на два дня, он замолкает на год. Да. Ты набираешь себе этих друзей новых, этих близких людей вообще не сразу. И, если честно, но исходя из своего личного опыта, я переезжала многократно, это не просто страшно, вот этот вот момент, когда ты бах, и ты вдруг один. Это просто... Это хорошо, если ты человек сильный, ты человек позитивный, ты знаешь, что ты делаешь, тебе есть чем заняться, тогда, ну, как бы здорово. Ты приехал в школу, например, ты сразу в школе, ты сразу в социуме. Да. Когда ты приехал, и ты не имеешь этого вот, этого вот, социального какого-то immediate circle, да, такой вот, ну, друзей, мягко говоря, грубо говоря, ты оказываешься абсолютно один. Эмиграция, это совершенно не простая какая-то мечта вот так сложившаяся, это тяжелая-тяжелая внутренняя психическая работа, о которой мало кто думает, вспоминает, все думают, сейчас я перейду в Америку, все сложится. Не-не-не, ничего не сложится. Это война каждый день самим с собой, со своим окружением, с бюрократией, обрасти связями какими-то, найти людей, которые захотят с тобой работать. Там, я не знаю, таких, как ты, наверное, нет, таких, как я, очень много. Слушай, да таких, как я, миллион, да, или до миллиона. Ты с этим сталкиваешься каждый день. Я помню свой первый день в институте, куда я приехала, я танцевала, я пела, я вышивала крестиком, черт побери, я все на свете делала. Первый день прослушивания, когда уже там, как сказать, третий круг прослушивания уже шел, и вдруг учителя стали просить выходить перед всем, перед всей группой уже. Там труппа собирается в 40 человек, и они говорят, ну, теперь каждый из вас выйдет и там монолог, или там, с чем вы приехали. И я первая поднимаю руку, супер смело такая, я пойду, что мне, господи, все могу вообще. И я вышла, прочитала свой монолог, все нормально вообще, чуть ли там не сплясала одновременно, и думаю, а что все сидят-то, собственно, ну, как бы, что, 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 почему все стесняются? И все стали по одному выходить, и, господи, ты боже мой, я увидела, я таких талантливых людей не видела никогда. Я сидела, и я просто, я вжалась в свое кресло, у меня сердце стучалось, и я думаю, господи, боже мой, как, как и почему? И уже спустя время я понимала, ну, я поняла, что они учатся бродвейским мюзиклам с 7 лет, они все закончили какой-нибудь там фаундейшн, они все поют, они все поют, как Бейонсу. У меня вышла девочка, и она такая, ну, я пою, и все это скромно, так, знаешь, что-то как-то в пол, вот, ну, я пою, и все, ну, спой, и она начинает петь песню Бейонса лучше, чем Бейонса, и я сижу и думаю, о, господи, к концу этого дня, своего первого дня в своей консерватории, я поняла, что я не пою, я не танцую, и я, конечно, говорю на трех языках, но, как бы, на фоне всех остальных людей, ну, как бы, ну, это, ну, маленький плюс, ну, не то, чтобы сильно, там есть люди, которые и на пяти говорят, и вот это вот, ну, ты в шоке, это первый день, и так каждый день, и ты, и ты вот один во всем вот в этом, и ты думаешь, о, боже мой, а как дальше-то будет? Ну, заметь, я уверен, что преподы в этот момент, они были абсолютно на твоей стороне, и, как бы, я уверен, да? Все, все вообще, все в восторге постоянно, то есть, какой-то постоянный восторг от всего, они рады, когда ты подготовленный, и тебе есть, ну, это, как сказать, подготовленный, я имею в виду, когда ты уже где-то учился, они этому рады, они супер рады, когда ты зеленый, и ты что-то свое к этому приносишь, то есть, нет такой заучки, им это тоже нравится, импонирует, ну, то есть, с разных сторон, по-разному люди на это смотрят, никто тебе не говорит, слушай, ну, конечно, по сравнению с твоей подругой Лорен, которая поет, как Бейонсе, я не знаю, что ты здесь делаешь. Это невозможно, мне кажется, американскую музыку. Нет, тебе очень, так сказать, тебе дают понять, что вот есть ты, есть то место, в котором ты сейчас находишься, ты должен расти от него, не от своей соседки, а от своего места. Как здорово, что ты про это заикнулась, потому что я как раз тоже вот хотел, я часто и ребятам, да, меня спрашивают, кто-то все равно спрашивает про разницу образования, я всегда говорю, что очень важный момент того, что я абсолютно даже сейчас не сравниваю в плане лучших-хуже, а есть данности, да, в российских театральных вузах у нас, я сейчас как от имени студента буду говорить, нас постоянно сравнивают относительно курса, относительно других людей и как бы, и постоянно ставив кого-то в пример, чтобы мы росли, кажется, что мы будем расти. В американской же философии образования совершенно другая штука. В американской философии образования есть вертикаль. Есть вертикаль, собственно, твоя, и есть точка, относительно которой ты сейчас находишься. И важен, и хорошие на самом деле преподы и в России тоже, они смотрят на твой, на твою вертикаль, они смотрят на твой прогресс, не на то, как курс развивается, а на то, что ты конкретно сделал, потому что часто приходят очень талантливые ребята, и они к четвертому курсу, ничего не делая, остаются абсолютно на том же уровне. И есть ребята, это очень часто бывает, что самое интересное. Очень талантливые люди у них. Ноль такой. Да, есть ребята, которые очень слабые и которые делают вот относительно собственного, они прыгают, не знаю, на такое расстояние вверх, что это, конечно, тема вообще. Да, 100% и так и есть. Ну, в общем, надо понимать, что, окей, вернемся к тому, что ты вернулся туда, ты вернулся обратно, ты приехал, какая была цель в этот момент? В Татах? Да. Слушай, ну, во-первых, когда я уже ехал, уже переезжаю. То есть я уже понимал, что я еду жить. Я не еду учиться, я еду жить, да. Другой вопрос, что, конечно, я абсолютно чётко знал, что он хочет, да. Я всегда себе честно говорил, я хочу заниматься актёрской профессией, я хочу играть в театре, я хочу играть в кино, то есть как бы я не вижу себя в другой профессии. И, конечно, мои амбиции были в эту же сторону здесь, в Америке. Другой вопрос, что очень классная такая тема, про неё тоже нужно поговорить. Мы в тот момент, когда приезжаем куда-то, да, или в США, нам кажется, что, ну, внутри хочется казаться, что сейчас нас всех оторвут, сейчас нас всех разорвут, работы будет столько, и всё. Ну, так же не бывает. И не бывает не потому, что мы в Штатах, а потому, что так же в России не бывает. Я вот помню, сколько времени занимает то, чтобы, например, тебя, как снидиректора, узнали. Я знаю, сколько времени занимает то, чтобы пробиться и получить свою первую роль. Я знаю, как... Это очень сложно. И очень глупо надеяться, что, приехав в другую страну во взрослом уже состоянии, там, не будучи носителем языка, что тебя разорвут здесь. Но внутри у тебя всё-таки такая есть такая штука, что, ну, заметьте, там, ещё чего-то. Я же особенный. А ну, что, я буду идти по улице, мне дадут эту роль. Может быть, в моём случае, я очень такой самокритичный в эту сторону. То есть, как бы, я себя, знаешь, может быть, так не назову, но, как бы, внутри, наверное, ты, как бы, всё равно понимаешь, ты, как бы, понимаешь, что ты сделал в своей жизни, да, и что ты, как бы, где ты играл, что-то делал, поэтому, как бы, примерно уровень понимаешь. И, ты знаешь, я, потом у меня следующий был этап, я ждал документы, да, я вот очень долго ждал документы, соответственно, у меня было уже, что мне их дали, дальше нужно было дождаться физически их. И вот это был жёсткий момент. Да, и вот этот момент был где-то 6-7 месяцев, когда ждали просто этого письма с документами. И вот, а там другая штука происходит. В этот момент ты думаешь, всё плохо, и звонит, думаешь, вот, вот, были бы сейчас документы, документы, вот, были бы сейчас документы, я бы сейчас вот уже снимался. Бла-бла-бла. Это всё длится, мозг твой, он тебя, как бы, останавливает. Он до того момента, пока эти документы не пришли. И ты знаешь, пришли документы, Инга, и ничего не изменилось. Ты только в этот момент смотришь на эти документы, ты понимаешь, ага, и что дальше? И что дальше? И я столкнулся с тем, что... Слушайте, я обещаю на вопрос, потому что это... Стандарт. Да. Да, так и есть. Вот тут вопрос, есть ли возрастные ограничения? Нет, возрастных ограничений нет, и причина, по которой я поступала в Америке, именно та, что я уже была слишком стара для российского, для российских актёрских школ. Мне сказали, вам 24. Таких, как вы, уже всё, всё. Ваши молодости заканчивают уже карьеру, о чём вы говорите. Нет, у меня была девушка... Мне просто хотелось сказать, у меня была девушка на курсе, ну, женщина, ей было почти 50. Вот, я только хотел сейчас добавить как раз это, что я когда учился в УЗе, здесь, в НВАЮ, у меня была однокурсница, которой было 54 года. 54 года. Человек, не знаю, она занималась финансами всю жизнь и ей захотелось стать артисткой. Вернее, ей захотелось давно и она себе к 54, когда он уже заработал деньги, она себе позволила быть артисткой. Класс! Я прям в восторге. По разным причинам люди идут на актёрское мастерство в этом возрасте. То есть, мы сейчас не говорим о каких-то сумасшедших людях, которые вдруг попали на актёрское, что они вдруг карьеру свою построят. По совершенно разным причинам люди туда попадают, кто-то хочет в личной жизни, или в карьерных каких-то целях. Но ограничения в возрасте абсолютно нет. Ну, это, как сказать, в какой-то степени противозаконно, короче. Вот. Да, 54. Это безусловно. И очень интересный тоже момент, вот знаете, про актёрское образование, если говорить, опять же, в сегменте, наверное, это будет интересно, в сегменте российского, по сравнению российского и американского. в Америке, в России актёрское образование относится как к определённой крамке, определённой, в которую ты либо вписываешься, либо не вписываешься. И как будто создаётся впечатление, что это вообще труд для уникальных людей, прилетевших с Марса, проживших какой-то теплицы, и вот они должны попасть и стать актёрами. Но это же бред, это же ерунда. Актёрское образование в американском музее, я абсолютно его поддерживаю. И я, честно, внутри до сих пор не понимаю, почему наша русская театральная школа сильная, не учит взрослых людей, потому что она бы ещё больше приобрела. Потому что актёрское образование это философия, это определённый взгляд на те вещи, на обыденные, на которые мы просто обычно не обращаем внимания. И я считаю, что этому учиться можно всегда, в любом возрасте, что мелкому, что взрослому, что вообще человек, который уже добился чего-то. Это всем очень полезно. Это такая, это совершенно другая штука. Она никакого отношения не имеет к возрасту. Я когда, вот пишут, да, взрослый глубже, я абсолютно согласен, потому что актёрская профессия, она основана в первую очередь на собственном опыте. И когда я учился, и мне было 17 лет, я в 16 лет поступил в театральный вуз в Щупинское, да, после школы. В 17, 16, 17, 18, 19, 20 лет я ничего не понимал. Я не знал, я половину не испытывал в своей жизни. И я не мог... О чём? Да, я просто физически... Я физически не знал, что такое предательство. Я не знал, что такое, когда теряют любимых людей. Я не знал, что такое любят по-другому, по-разному. Есть много нюансов. А взрослые люди это всё знают. У них огромный есть экспириенс, у них есть огромный опыт, который они готовы выразить в любом материале. И вот это, честно, мне кажется, это какие-то пережитки прошлого в руссо-российских театральных вузах. Этот возраст... Это такая ерунда. Это прям 100% именно это. Это ерунда. Ну, я-то я думаю. Мне не с чем сравнить, к сожалению, поэтому я всегда говорю только с одной стороны этой позиции. Но видишь, у тебя есть... Слушай, как человек, сидящий в приёмной комиссии Щукинского училища, я знаю диалоги и знаю, как руководствуются педагоги внутри при отборе. Повар рода. Что... Ну, вот смотрите. Ей сейчас 26 лет. Она закончит вуз в 30 лет. А её конкурентка будет 21-летняя девушка. И из 20-летней, и между 21-летней и 30-летней выберут, конечно же, говорят в диалоге в этом, конечно же, 21-летнюю. У меня тогда вопрос. Мы кого сейчас выбираем? Мы сейчас выбираем... Как можно сравнивать? Ну, слушайте. В 30 лет есть одни роли. В 21 год есть другие роли. В 56 есть третьи роли. Ну, как... Это какое-то... Впихнуть невпихуемое. Зачем? Люди выйдут, и они будут на своём этапе. Другой вопрос, что... Ага, можно сказать, что... Ага. Другой вопрос, да? 31-летняя недавняя выпускница и 31-летняя актриса, которая выпустилась в 21 год и у которой 10 лет экспириенса, а здесь выйдет 31-летняя без экспириенса. Ну, тоже же бред. Ну, тоже же бред. Потому что искать 30-летнюю дурочку, то им как раз не нужен этот опыт в глазах. А если будут искать 31-летнюю опытную, то возьмут, и тогда неважно всё это... Короче, слушай, я сейчас заведусь, потому что я не понимаю этого. я тем более, для меня это просто боль. Люди похоронили мою карьеру в России, о чём ты говоришь. А теперь им не нравится моё американское образование, им кажется, что это слишком менту. Понимаете? Дело не в этом, дело в том, что... Ну, это просто важно заметить, наверное, что люди постарше, люди, которым уже к 40 и так далее. Возможно, им будет очень сложно осилить саму программу в некоторых институтах, не во всех, но в некоторых институтах, где будет, например, сильная... Бред. Послушай, если очень сильный танец или если очень сильная физическая нагрузка для человека в 40 лет, это может быть очень сложно. Может быть, нет, но может быть, сложно. Окей, смотри. Я всегда такую штуку ещё включаю в себя. Желание. Желание. Если у человека есть желание, то всё будет. И силы придут, и как бы, и осознание, понимаешь, и готовность работать. Если у него нет желания, конечно, наверное, ему... Слушай, ну, давай это честно. Я понимаю, что в театральном вузе может быть сильный танец, но не все артисты хорошие танцоры. Не все. Нет, конечно, нет. И не должны быть все. И не должны быть все. Поэтому у нас огромное количество ребят, студентов, которые сильны, в своей индивидуальности. Если девчонка или мальчишка супер такой полный или огромный, и вот в этом их индивидуальность, и в этом они смешны, и в этом есть юмор, который им нравится, и которым готовы они делиться, да мне какая хрен разница, как он Батман, Тандюп, так как он кинет на 10 сантиметров от пола. Это будет намного смешнее, чем вытонченный артист, который будет кидать Батман, значит, к уху, но при этом будет нулевой. Да мне наплевать на это. Понимаешь? Ну, благо сейчас контента много есть, и для этого работает для другого. Это 100%. Но все упирается в этот, конечно, в этот вопрос. Опять в кастинг, опять в кастинг. Да, опять все в кастинг. У нас многие не понимают, опять же, психологию кастинга. Это очень важный вопрос. Ребят, почему, вот давайте поговорим про такую тему классную, да, что в Америке можно сняться в голливудском кино, не имея актерское образование. Это же, это же, это же такая штука есть, да. У нее есть и хорошая сторона, и плохая. Хорошая? Да, это возможно. Другой вопрос, что делает ли вас это профессионалом это кино? Конечно, нет. Профессионал от непрофессионала, одаренного, отличается лишь тем, что он может играть разное и может это повторять. Потому что, если говорить про природу, да, природа в нас в каждом есть. Слушай, я сейчас занимаюсь каждый день, у меня сейчас онлайн-курсы бесплатные, я каждый день, у меня 25, там, не знаю, 40 человек добавляются. Я тебе могу сказать, каждый человек, который у меня есть в Zoom, это супериндивидуальность. Каждый человек может сыграть свою роль, на которой он подойдет сегодня. Вот так. Другой вопрос, что смогут ли они сыграть что-то еще другое? Наверное, надо поучиться. И, наверное, может быть, не всем это надо. Поэтому в Голливуде вот эта система кастинга, вам действительно не обязательно быть артистами для того, чтобы получить игру. Лишь супер подходить на это, чтобы вы были лучшими. Многие, я тебе другую штуку скажу, многие и не хотят быть артистами. Это же тоже классно, нормально. Кто-то хочет, ну, понимаешь, это, 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 это очень, очень интересный вопрос. Все же за разным приходят, не всем, не всем. У меня спрашивают, как попасть. Как попасть, очень легко. Просто зайти на аккаунт, с которого я сейчас нахожусь. Вот и все. Сверху, да. Он там везде отмечен абсолютно на всем, что я выставляла, он везде отмечен. Это там, все там. Да, это такая штука, понимаешь, и вот есть очень такая классная история из голливудского кино, да, из голливудского кастинга, что, например, мы, как актеры, очень хотим все играть. Мы хотим очень, мы хотим очень постоянно попробовать разное, а кастин-директора все не хотят, чтобы мы пробовали. Кастин-директора хотят, чтобы мы вышли. Наверняка сталкивалась, да, с этой Ингой, с такой историей, да, что никто не хочет, чтобы ты играла. Я работаю за границей, все хотят, чтобы я была русской блондинкой с голубыми глазами, с сильным акцентом, и я всегда буду проституткой. Им не надо, чтобы я была чем-либо еще. Им нужно, чтобы я была русской, высокой блондинкой и проституткой. Я тебя расстрою, вернее, обрадую. Ты можешь сейчас быть еще IT-специалистом, который взламывает сети. Это новые роли для нас. У меня есть, да, еще. Да, это новые роли для русских. Я всегда отказывалась, но в этом году я согласилась даже попробоваться на кастин, на такую, всю жизнь отказывалась. Я всегда открывала под кастин, и такая нет, просто сразу нет. Я в этом году даже согласилась, думаю, ну ладно, схожу, хоть посмотрю. Пробуйся, пробуйся. Ты чего? Это классно, классный опыт. Во-первых, я сейчас артистам, которые нас смотрят, разорву сердце. В Америке за каждую роль, в которой мы сыграли, нам платят до конца жизни. То есть нам платят за это. Приходит чек, приходит чек. Он приходит. Каждый раз, когда ваш сериал продали, он приходит. Вы вступили в Юнии, профсоюз. Профсоюз. Он приходит еще больше. Там отчисления уходят такие немаленькие, но все равно деньги, это очень здорово. Многие, вы же знаете, многие один раз снялись, и все, и больше ничего не было. Да, да. Я просто, мне многие спрашивают, да, вот ты типа про нет, как снялся, 157 эпизодов у нас было. И типа в Америке, если бы я снялся, мне бы за каждые из 157 эпизодов отдельный бы чек приходил. Сколько раз показали ту или иную, каждый раз приходит отдельный чек за, это, residuals, так называемый. Вот. И мне говорят, что типа вот если бы я снялся в таком же фильме в США, я бы мог сейчас вообще не работать, потому что я вот сейчас был последней работой, я снялся в «Мадам-секретарь» в четвертом сезоне, это такой сериал американский, очень на CBS популярный. Я снялся в одном эпизоде, был «Гэст-стар», да, как бы это очень звучит классно, я там тоже снималась. Да ладно, надо нам устроить пати. Очень давно. Вот. Классно, да, по-америкам? Это был отдельный, отдельный номер у меня был. Гэст-стар, на самом-то, а на самом-то деле это как просто, ну, роль на серию, роль на серию, не так, не бигги. Сколько у тебя реплик было, давай вот так, это очень важно. Ну, слушай, у меня был нормальный монолог, потому что я там, у меня была моноложная история, я потом тебе могу рассказать, там интересно, меня просто перевезали через весь фильм, там только, я готовился прям к этой роли. Вот, я играл Refugee, серия называлась, это я играл беженца, который рассказывает свою историю, да, которого потом прикольная история. Но не об этом. Короче, сыграл эту роль, да, и мне до сих пор же чеки-то приходят, понимаешь, до сих пор, понимаешь, с одного эпизода. В год где-то приходит, где-то, ну, в общей сложности где-то 300-400 долларов в год приходит за роль сыгранную в прошлом. А если бы у меня было 157 эпизодов, представляешь, сколько бы я получал? Еще класс. Да, простые работающие артисты. Ребят, задайте нам вопросы, потому что вас много, 40 человек, и мы лучше поболтаем на волнующие вас темы, чем просто будем болтать обо всем. Задайте какие-нибудь вопросы, мне кажется, это будет интереснее. Ну, вот пока они задают вопросы, расскажи про свой, вот, значит, первые полгода, пока ты мучился и всячески строил заново свою жизнь, расскажи про свой путь. Вот про все вот эти, вот что бывает, разное. Это пауза. Ну, как бы, вот про паузу, ну, там что рассказывает-то пауза? Просто это, знаешь, как на паузу твою жизнь, на паузу твою жизнь поставили, и все, она на паузе. Другой вопрос, что я, наверное, благодарен этой паузе просто за то, что я безмерно переработал внутри себя, у меня было время, знаешь, внутри себя все это, знаешь, дефрагментировать. Я бывший программист, и очень хорошо знаю, а, ну, я тебе потом расскажу, я всю жизнь программировал, я вообще за лицей, ну, то есть школу, да, школу. Ну, то есть, как бы, это отдельная тема, это отдельная тема, и... Ой, как попасть в профсоюз, у нас спрашивали, слушайте, это легко. и легко, и как бы на первый взгляд кажется, что очень сложно замкнутый круг. Какой, вообще, давайте я вам так расскажу, какой путь у артиста, который хочет сделать карьеру в США. Есть стандартный путь, и я потом расскажу не стандартный, как случилось у меня. Есть стандартный путь. Все хотят, соответственно, получать роли в кино. Ну, мы когда говорим про роли в кино, мы имеем в виду роли Netflix, там, Hulu, значит, Голливуд, все стримовые площадки, все топовые каналы, CBS, ABC и прочее, прочее. Все же мечтают об этих ролях, правильно? Никто же не мечтает о студенческом фильме, который показывают друзьям. Который никогда не показывают. Правильно, да, ребят? Все мечтают о Голливуде. Соответственно, путь в Голливуд какой? Все эти фильмы крутые. Это фильмы профсоюза, это юнионские проекты. Ты можешь в них сниматься, только если ты в юнионе, если ты в актерском профсоюзе. Актерский профсоюз это Screen Actors Guild, это гильдия актеров кино, и сейчас добавилось автора и телевидение. Если ты состоишь в этой гильдии, ты имеешь право ходить на пробы и, соответственно, сниматься в этом фильме. Поэтому, отматываем назад, основная цель у всех ребят это попасть в гильдию. Да? Попасть в гильдию для того, чтобы была... У тебя есть предложение? Ну, слушай, там... На самом деле, она завязана под документы. Когда... Там зависит от того, какие у тебя документы. Если, например... Там очень, да, там очень сложная схема. Например... Это, конечно, да. Это вопрос... Паша занял последний. Вот. Это у тебя с документами все окей. Да-да-да, конечно. Документы должны быть все окей. Это у тебя все нормально с документами. Да-да-да-да. Я не говорю, если с документами не окей. Первое, что нужно делать, это документы. Никакого другого пути нет, ребят. Но даже если у тебя есть рабочая виза, там тоже есть нюансы с этим профсоюзом. Например, чтобы получить эту рабочую визу, ты должен состоять в профсоюзе. Чтобы попасть в профсоюз, ты должен сняться в трех фильмах, которые имеют, являются профсоюзами. Они не очень хотят тебя брать, на самом деле. Но, как только ты попадаешь в профсоюз, Да-да-да. Ты им там, ну, как бы нужен, но как бы нет. Так вот, что когда, как только ты попадаешь в профсоюз, со своей, со своей там, О-1 или что-либо там у вас есть, это виза, ты, к сожалению, как правило, в основном, уже не можешь играть в независимом кино. Что для человека неизвестного, ни актера, ин-хаус какого-то актера, такого, Netflix, Hulu, там, Amazon и так далее. Как объяснить ин-хаус? Есть актеры, которые переплывают из сериала в сериал. Если вы снялись однажды в каком-то сериале на Netflix или на Hulu, вы официально уже находитесь, так сказать, на ставпапке, да, у этих людей, кто делает кастинг на всю, на весь Network, на всю, на всю эту продюсерскую компанию, выпускающую, точнее. Ну, как бы, попав туда однажды, вы уже ин-хаус, да, вы в этом доме, этого, этого, этого зонта. Но если вы не попали туда, попасть туда очень сложно. Они сначала проходят всех своих актеров, а потом уже ищут снаружи. Вот пока вы туда не попали, вам приходится работать на независимом кино. Слушай, это очень похожая история, как и в России. Очень похожая история. Каналы. Я даже вообще не догадываю. Нас каналы, нас каналы, нас каналы также разбирают. Если, например, я лицо СТС, я никогда в жизни не буду сниматься на первом. Все. Ну, вот да, это очень такая тонкая грань. Так вот, пока вы не стали этим актером, который уже снимается, работающим актером. Вы не звезда, вы просто работающий актер, из сериала в сериал вы переходите, и вы уже в этой гильдии. Вы снимаетесь в независимом кино, это вся ваша работа. Как только вы стали в профсоюзе, вы уже не можете работать в независимом кино. Вот и все. И вот у вас вы еще не там, и вы уже не здесь. И это очень такая ловушка, в которую многие попадают. Да. Я могу сказать, мне кажется, вообще надо делать на эту тему отдельный эфир, потому что вот эта профсоюзная история, она очень непростая. Я могу сказать такую штуку, что она немножко... Ну, сейчас я попробую ее сформулировать. Вы должны понимать, что в профсоюз не нужно вступать для всех. Прямо сейчас. Если вы только начинаете... И торопиться не надо. Да, торопиться не надо в профсоюз вступать. Потому что есть один нюанс. Как только ты вступаешь в профсоюз, ты не можешь больше сниматься в непрофсоюзном кино. Вот. О чем я и говорю. Да, да. Но ты должен понимать. Я вот себе выдел такую штуку. Ты должен понимать, при вступая в профсоюз, штентами был, Петя, Вася, Даша, твои однокурсники из вузов при выборе на роли. А когда ты вступаешь в профсоюз, твоими конкурентами становятся на роли Брэд Питт, Том Круз и вся братья. Поэтому ты должен понимать свою конкурентную способность. Вот эту штуку, что ты готов, это как переход в следующий эшелон. Если ты внутри готов соперничать с топовыми артистами на пробах с американцами, для которых это на этих язык и прочее, если ты готов с ними соперничать, тогда вступай. Потому что если ты вступишь и ты будешь не готов, твой уровень, например, подготовки, ты непрофессионален, ты просто останешься без работы на всю оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся жизнь. Ты будешь безработный. Потому что выйти из профсоюза очень сложно. Вернее так, из него можно выйти, но потом ты не вступишь обратно. Поэтому это такая штука, это то же самое, как с Бродвеем. Я вот долго же тянул. Я вот только сейчас, где-то полгода назад вступил в Бродвейский профсоюз, который позволяет мне играть в американском театре. Ты должен понимать, что твой уровень мастерства, пения, танцев и прочее, прочее, прочего соответствует... Ты конкурентно способен с этими топовыми артистами, которые наверху. Иначе ты будешь сидеть без работы. Это вот такая штука. Но, и в этом же есть такая, да, можно сказать, блин, но я же хочу сниматься в Голливуде, а если я не буду снимать, если я не буду в профсоюзе, я не буду сниматься в Голливуде? Да. Но для этого система на самом деле очень круто сделана. Она сделана для того, чтобы вы набирали опыт и пришли в профсоюз уже артистами, уже людьми, которые с опытом. У нас в России эта штука организована следующим образом, у нас просто не берут в кино, если ты без образования. Ну и, по крайней мере, раньше не брали. Приходишь на пробы и говоришь, что вы закончили? Ты говоришь, щуку, проходи, что вы закончили? Курсы Маши Ивановой. В следующий раз, потом. Понимаешь? То есть, как бы, это так. В Америке же такого нет, в Америке тебя посмотрят в любом случае. Короче, это такая, Инга, это, мне кажется, на отдельный эфир, это такая тема, мы сейчас прямо уйдем туда. Это отдельно, это очень сложно, это большая тема профсоюза. Да, это не панацея. Профсоюз не панацея. Вообще нет. Вообще, вообще нет. Я вообще не обрадовалась, когда это случилось. Вообще. Да. Многие тянут, многие тянут. Да, я прям не хотела. Привет, как вы готовите? Что, если сделать, совершить с чем? С минантами? Что это такое? Какую сделку? Не знаю, что это такое. А, файкор, да, ты можешь быть, окей. Паша, нюанс, это когда ты, если хочешь сниматься в другом кино, но ты, но оно не профсоюзное, у тебя есть лазейки, как сняться, податься на финансовый корр, это если у тебя есть потребность заработать деньги. Ну, слушайте, как в любых правилах, есть всегда куча нюансов. Почему, если будет профсоюз, то не можешь сниматься в независимом? Почему? А, да, мы это объяснили, если у меня только файкор. Я надеюсь, что мы объяснили, это сложно. Надеюсь. Да, это сложная история. Ребята, да, я могу погружаться, потому что я думаю, что огромное количество людей это просто неинтересно и им просто, может быть, не полезно. Как мы готовимся, какие лайфхаки? Готовимся к чему? К пробам, к съемкам? Уточните, будет точнее. Расскажи уже тогда, вообще, конечно, расскажи, знаешь, о чем? Искал ли ты агента? Как ты его искал? Ходил ли ты когда-нибудь на мастер-классы с агентами и кастинг-директорами? Потому что это очень большая индустрия, которая отсутствует у нас здесь сейчас. Да. Уже чуть-чуть набирает сейчас вот свою весу. И вообще, да, расскажи про вот это вот зарабатывание денег простым способом таким, как сниматься в массовке и так далее. Да. Впрочем, почти 200 долларов в день. Да, хорошие деньги. Очень хорошие деньги. Рассказываю про агента. Опять же, дисклеймер, да, на полях сразу пишу, что я рассказываю, есть ли документы, есть ли у вас все нормально, вообще все нормально и вы вообще как бы хотите этим, этой профессии зарабатывать. То есть, как бы вы хотите быть профессионалом. Давайте так, профессии. Какой путь обычно мечта всех людей, чтобы попасть, смотрите, чтобы попасть на хорошие роли, на которые разговорные, например, на guest star, на cost star и на прочее, вам нужно иметь агента. Потому что обычно на роли такого рода в хорошие фильмы, в хорошие сериалы без агента не смотрят. Вы, конечно, можете зарегистрироваться на кучу сайтов, в Casting Networks, Actors, и прочее, но по большому счету у breakdowns, так называемые вот эти списки ролей, они отличаются. И то, что видите вы, отличается от того, что видят агенты авторизированные, авторизованные, авторизованные агенты. Поэтому план такой, вам нужно, план вообще, как бы, про который мы изначально говорили, вам нужно вступить на агент, потом у вас будет главная роль, которая начнет делать вашу карьеру. Вот такой план. Это первые шаги. Что делают? То есть все сначала изначально хотят попасть в профсоюз, а потом уже найти агента. Почему? А сейчас я рассказываю нюанс. Как вы видите, мы находимся в стране, в которой находится Голливуд, и Нью-Йорк, и Лос-Анджелес, и Атланта, это три самых больших города, в которых снимается все американское кино. 99 процентов. Три города. Соответственно, уже раньше больше было в Голливуде, сейчас в Нью-Йорке, в Атланте практически одинаково снимают. В Нью-Йорке такая же киностолица, да? То есть в Нью-Йорке огромное количество запускаемых проектов, которые выходят везде, включая весь мир. Ну, то есть весь глиб. Надо сказать, что Лос-Анджелес сейчас снимает порядка семи, может быть, девяти крупнобюджетных проектов в год. Это все. Этот город совершенно не выпускает больше полнометраж крупнобюджетных. Лос-Анджелес дорого снимать и Лос-Анджелес переформатировался на музыкальное видео и на мьюзик-видео и на коммершал, да? На рекламу и на мьюзик-видео. В основном. Но основные кастинги на главные роли в большие крупнобюджетные фильмы идут на мейер. Да. Это надо понимать. Потому что мейджор студии находятся там. Там Paramount там, там, не знаю, Warner Brothers там, да? Все-все. Дисней, 20-й век, Fox, все там. Соответственно, пробы, кастинг-директора там. То есть пробыт туда. Снимают они везде. Потому что так дешевле. Про что я хотел сказать? Про... Про агентов. Про агентов. Про агентов и кастинг-директоров. Почему? Почему нужно искать агента, уже будучи в профсоюзе, если вы хотите заниматься этой профессией? Потому что актеров здесь огромное количество людей, да? Все практически актеры, мечтают быть актерами. И, соответственно, агент, когда ты ищешь агента, тебе нужно, у тебя несколько путей. Либо вот шоу-кейс, как Инга сказала, показы, либо это сабмишн в актерские агентства, да? Ты посылаешь свой пакет документов, отправляешь им, они тебя рассматриваются, они тебя вызывают на интервью. Я тебя умоляю, у нас на днях бывают... Вот прямо удели этому большое количество... извини. ...это и вещи, рассылки агентам и кастинг-директорам, чтобы люди понимали, какая это боль. Ну, давайте так. Окей, этот... Давай я договорю, а потом расскажу про эту рассылку. Да-да-да. А... Да. Угу. Извини, у нас просто большая задержка, поэтому я тебя иногда перебиваю, я не хочу. Я вообще... Да. Я замечу. Я замечу. Ну, что страшно. Короче, тебе нужно... Чтобы найти... Агенту эти сабмишны пишут все. То есть агенту приходит огромное количество вот этих заявок на то, чтобы вступить в это агентство. Агенты уже настолько одурели, что они уже теоретически, я уже могу сказать, зная эту информацию, уже будучи с агентом, агенты не могут... Они даже не смотрят людей, которые не состоят в профсоюзе. Потому что они считают, что если человек этим занимается профессионально, он, во-первых, вступит в профсоюз. Поснимается там в бэкграунде, поснимается в массовке, наберет опыт и придет уже к нему. Уже в будущем. Поэтому все хотят в профсоюз, чтобы найти потом агента. Потому что агент это следующий шаг, чтобы агент найти. Агент не будет вас, ну, в 90% случаев не будет вас смотреть, если вы не в профсоюзе. Это для него показатель того, что вы как бы серьезно хотите этим заниматься. Вот. И после того, как агент уже, вас агент подписал, у вас открывается доступ, вернее, у агента открывается доступ к тому, чтобы у вас появилось большее количество ролей. Вот. А теперь про сабмиссион агентом. Во-первых, такой тоже шок для всех русских актеров. Все имейлы, все почтовые адреса у агентов открыты. Да. Есть такой сайт, называется Casting Networks. Вы можете зайти туда и там даже, вы знаете, это туда смешного, там будет уже сформирован список агентов уже на карточках. На карточках, которые вы можете распечатать, купить такой листок, на котором будут наклейки маленького размера. Уже наклейки. Вы вставляете это, распечатываете эти 250 страниц А4 и потом начинаете отклеивать эти лейблы и, соответственно, наклеиваете, составляете такой пакет. Формат А4. Это шок для людей. Подожди, мне надо подготовиться. Это шок. У тебя есть конверт, у которого нет... Конечно, ну конечно. Слушай, я же артист хожу на пробы. Дружище просто. Да-да-да-да-да-да. Конверты без задника, а также хэдшот. Подожди, а похож? Очень-очень. Ты знаешь, один... Я обожаю. А есть с бородой, без бороды или тебя это не похоже? Подожди, подожди, подожди. Самое главное, чтобы артист был похож на хэдшот. Да-да, это важно. Очень. Одно лицо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут... Ребят, мы сейчас вам показываем эксклюзив. Этого нигде на других каналах не покажут. Поэтому смело, если среди вас есть артист или кто-то мечтает, смело выходите из эфира, нажимайте поделиться эфиром и приглашайте ваших друзей, потому что этого не было нигде. Никогда. Секунду. Никогда. Так, секунду. Секунду. Я пошла... Ад, который мы прошли. Подожди, сейчас еще найду. В общем, я объясню, как это работало. Давай-давай, рассказывай, я сейчас найду резюме. До того, как все это случилось, ну, как сказать, сложилось более электронно, мы ходили пешочком в драма-бук-стор, значит, был такой, закрылся. Да, закрылся недавно. Его купил, кстати, знаешь, кто? Линн Мануэль Миранда. Ну, господи, хорошо. Все хорошо, что не Старбакс, в моей жизни. В общем, было такое легендарное место, был такой магазин, в который ты приходил, и там отдельно, на отдельной полочке, значит, лежали такие раскладушечки с адресами всех кастинг-директоров и всех агентов. Я это покупал за 6 долларов. Они, изначально, ну, изначально можно было буклет купить, с адресами, именами и так далее всех кастинг-директоров в городе и всех агентов. Отдельно менеджеры, отдельно адвокаты, отдельно Бродвей, отдельно реклама, отдельно кино и телевидение. Это потрясающе. Все это стоило 15-6 долларов от того, что вам надо было. Значит, ты приходил домой, открывал эту книжечку, вбивал и смотрел, на каких проектах работает каждый кастинг-директор и каждый агент. Сейчас есть амбиби для этого. Да, а что для этого есть амбиби, слава богу. Ты проверял, может быть, подходишь ли ты им для чего-либо, может быть, твой типаж будет им интересен. И только в том случае ты шел, распечатывал свою фотографию за миллиард, писал письмо на имя. Не просто куда-то там, да, а на конкретное имя. я знаю, что вы сейчас работаете на таком-то проекте, возможно, вам будет интересно. И потом ты предлагаешь себя с той точки зрения, с которой ты можешь себя продать лучше всего. Если у вас есть одна изюминка, вы говорите на русском, на украинском, на, я не знаю, там, грузинском, немецком, французском одновременно, вы пишете вот это. Если вы умеете танцевать ламбаду, вы пишете вот это. Если вы стангаба, я не знаю, короче, если вы прыгаете с лошади на лету, вы пишете вот это, вы себя предлагаете, присылаете, значит, свое резюме, свое письмо и свой хатчат и отправляете в никуда. И вот такие вещи ты делаешь каждые полгода за миллион долларов. Да. И ты это рассылаешь всем, и это делает каждый актер в Нью-Йорке. Слушайте, я не могу найти резюме, но, потому что каждой фотографии должна быть такая же, во-первых, она должна быть А4, только такая, а никакая другая. Каждой фотографии вы должны сзади степлером прикрепить степлером в двух местах, в определенных местах, которые вы можете, вы должны прикрепить. Это правило, это мучат в вузах. Вы должны прикрепить резюме. Давай, блин. Жалко, я не подготовился, у меня есть это, у меня закончились все резюме. Я, конечно, не знаю, может быть, подожди, я, может быть, сейчас, конечно, неплохо, я на пробы хожу. Да, 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 это очень даже хорошее, что я сейчас найду, мне просто, я включу комп, я сейчас просто покажу, как выглядит резюме, потому что это прикольная тема в вузах, в американских, потому что в русских вузах, а только в Щукинском училище, на своем курсе, на котором я преподавал, на последнем, перед отъездом, я преподавал тоже аудишн техник, но чуть-чуть, буквально несколько занятий. Так, мне сейчас надо зайти в... САК, да, САК, да. Подойди, я... Ой, слушай, смотри, у меня есть еще карточка профсоюзная, смотри, эта карточка моя, то, что меня приняли в Бродвейский профсоюз, это самая первая временная карточка, которая тебе позволяет играть на Бродвее. Это просто мечта моя была, а это уже настоящая первая карточка, она вот самая первая, они ее меняют каждый сезон, каждый четыре месяца, новый цвет, сейчас она розовая, а вот эту свою первую карточку я оставил себе на память вот здесь. Я вернулась, я шла, чтобы не найти, у меня где-то было. Вот так выглядит Бродвей. Но я никогда, я никогда не подавала, потому что я была далека от Бродвея, я ставила в кино, и поэтому... Ой, с Бродвеем, с Бродвейским профсоюзом отдельные штуки, сейчас я вам расскажу. А, резюме? Резюме, резюме, резюме. Там вообще, Бродвейский профсоюз, ну, кстати, отдать должное, сейчас ребята, которые нас смотрят, Бродвейский профсоюз, это первый профсоюз, который мне помог, когда мы сели на карантин, они не... Вы просто перевели на счет тысячу долларов сразу же, просто из-за того, что мы попали в беду. Вот. Пожалуйста, не хухры-мухры. Да. Это, конечно, для штатов не очень много, но, слушай, тысяча здесь, тысяча здесь, и уже две тысячи. Да. Это правда. Так, подожди, где? Синэнэн, Сити-джи. А, ну... Короче, все, не нашла, не знаю. Где-то были, но уже все. Уже все раздала, видимо, все разослала. Так странно, я потерял, я потерял свою... А, господи, она у меня под рукой была. Так, смотрим, как выглядит Instaples. Представляешь, у меня есть папка Instaples, которую я печатаю. Все, отлично, нашел. Ребят, сзади вот такой фотографии, вот такой фотографии, вы прикрепляете резюме. Оно выглядит вот так, американское. Да, да, да. То есть вы пишете свое имя, фамилию, вы пишете, это как бы тайтл. Ну, обычно здесь пишут, например, сак автора, но мой агент, например... Ой, подожди, это старое резюме. Это старое резюме. Сейчас, подожди, я сейчас покажу новое. А, вот, New Resume 2019. Вот, все, нашел. И мои агенты попросили, чтобы я сделал бэджи себе на резюме. Что такое вот эти бэджи? Вот эти сак автора, это то, что ты в гильдии актеров кино в американское, ты можешь сниматься в американское кино. Actor's Secret, то, что ты можешь играть в театре на Бродвее. Clear Talent, это мой агент, одно из самых крупных агентств здесь в США. И, соответственно, идут дальше роли. Где, вот, чего я поиграл, какая роль, там, guest star, leading, или там, кто играет. Дальше мое, где я играл в театр, в кик-мюзиклах. Потом идет тренинг, да, где я учился. Вот, и дальше идет скиллы, да, вот, чего я могу делать. Вот, вот, что я умею делать, чего не умею делать другие, например. Вот. И объясню вот эту систему бейджев. Для чего бейджи, а мой агент, например, просит делать бейджи? Для того, чтобы, когда ты приходишь на пробы, агент, сразу же по этим бейджам отличают. Они тебя, они сразу видят, ага, он профессионал, он есть в САГ. Профессионал, И если они видят театральный бейдж, вот этот театральный бейдж, Actors Equity, это очень сложный юниор, не очень сложно попасть. В Америке, если ты играешь в театре, ты классный актер. Ну, типа, считается, что вообще театр очень сложный как жанр, и что, типа, если они ищут актера, они вот будут смотреть, чтобы у него было... То есть, это как бы ваши такие значки. Вообще, мне эта штука всегда как будто значки. В Америке очень любят значки собирать. Поэтому приходишь на пробы, они видят три значка. Они видят, ага, ты в гильдии актеров кино, ты играешь в театре, и ты с агентом. Это, это ваш пропуск в мир кино. Это ваш пропуск. Да. Потому что это много таких нюансов, это никакие не секреты, это все, это всему учится, это все как бы... Мне чем нравится еще, в Штатах, они никто не боится тебе информацией делиться. И я тоже, знаешь, никогда, никогда не скрою никаких штук, которых я нашел. Многие говорят, вот, ну, типа, ты создаешь себе конкурентов, я считаю, что это абсолютно бред. Невозможно себе создать конкурентов. Конкурент только тот человек, который тебе это, в этот момент может внутри тебя сказать это. Это вот твой конкурент один. Потому что людей не похожих, похожих друг на друга нет, все абсолютно индивидуальны. Если они захотят тебя, они возьмут только тебя. Если они захотят его, они возьмут его. Никто не заставит, абсолютно. Есть ли такие стыдные проекты, участие в которых лучше не указывать в резюме? Как, например, в России след или гадалка? Стыдных проектов нет. Есть просто правило, что мы не указываем в резюме бэкграунд. Если вы хотите заниматься актерской работой, бэкграунд роли, которую вы сыграли, ну, то есть, если это не фичерс, например, да, если на вас крупный план пять секунд или семь не был, и это было кино Стивена Спилберга, и вас посмотрело, не знаю, миллиарды людей, тогда лучше это не указывать, да. Я играл прохожего в фильме, не знаю, какой-нибудь, не знаю, Юг в сериале, да, какой-нибудь сериал. Бэкграунд не указывают очень часто, ну, очень-очень нехорошие какие-нибудь студенческие проекты, вот это вот тоже стараются избежать. Единственное, что я еще хотел показать, это вот мой бук, это как выглядит, вот вообще это выглядит вот так, да, твой бук, свои фотографии, это бук для музыкального театра, вот. Вадюша, привет, дорогой. Вот, это мои песни, которые, скажем, ты пробуешь в театре, да, то есть они тут все, селекшн, это отдельная тема, как пробоваться. Отдельный разговор тоже. Ну, это отдельный диткастингов, короче, отдельный разговор, да, тут видите, все в пометках, все размечено, чтобы концертмейстер легко мог вам сыграть, а вы могли это легко спеть. В Буке обычно много всяких ролей, этих песен разноплановых, и легит, и какая-нибудь аптемпо, и какое-нибудь современное что-нибудь. кто не знает. Сори, да, ну, это разные жанры все театра, бродвейского. Про наклейки, что я говорю, это наклейки с адресами, которые сейчас вы можете просто скачать с интернета, и просто посмотреть, кто где базируется, ну, чей офис, где находится, и так далее. А еще там 3-4 года назад ты должен был их физически купить, физически наклеить сам, ну, это, то есть, это была катастрофа абсолютная. Каждые 6 месяцев по 150 писем отправлял, это выходило в адовые деньги, если честно. Да, 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 я помню, я помню этот момент. Делать фотографии, как бы, ужас, ужас. Слушайте, ну, вот смотрите, распечатать цветную фотографию, если это не на фотобумаге, а просто на бумаге, то стоит где-то доллар, да, а распечатать черно-белое резюме сзади стоит 0,50, да, то есть 50 центов примерно. Вот, считайте, полтора доллара стоит только вот эта штучка, да, потом вам нужно написать cover letter, потому что многие отправляют просто резюме, но это бессмысленно, ребят. не считаю, но это просто неуважение. Вы должны написать письмо, и должны написать письмо вот здесь, вы должны написать правильное письмо, не просто какое-то Артем Лысков закончил и complètement училища, никому не важно, нужно написать, почему вы хотите, чтобы вас взяли именно в это агентство, почему, кому вы пишете, для чего. Если вы хотите реально вступить в это агентство, то есть как бы вам нужно написать, почему. То есть как бы лояльность к клиенту, к вашему будущему работнику. И это письмо, кавер-леттера, потом вот это... Да. Это огромный труд, от которого, вы знаете, такое ощущение, что ты в какой-то момент просто вздыхаешь, выдыхаешь, но кстати, эта тема миловала. Я нашел агента совершенно по-другому. Я нашел агента очень любопытно. Это было уже... А! Разрешение на работу я получил в июле 2017 года. Вот ровно полгода прошло с момента подачи ожидания. То есть в июле мне пришло разрешение на работу, и я мог выйти на работу. Вот. Отличный вопрос. Если вы в ClearTalent, как потом перейти в William Morris? Только если вас очень сильно позовут. Слушайте, если честно, большой разницы между агентами нет, потому что у агентов одна база. Это большая разница, если у вас агента нет, и агент вам нужен. Это большая разница. Вот. Поговорим про агентов отдельно. Это отдельная вообще тема. Мне вообще надо это все, конечно, написать на YouTube, снять эти выпуски. Конспектировать. Конспектировать. Как я нашел агента? Вернее, в моем случае агент нашел меня. Я получил разрешение на работу в июле 2017 года, и это был первый месяц, когда до этого, понимаете, прекрасно, что не было разрешения на работу, то есть я не мог работать. То есть денег вообще не было. То есть вообще их не было. Это надо понимать. И еще в этот период времени ожидания своих документов ты не можешь вылетать. А, ну вылетать и вообще я не молчу. Вообще молчу про это. Вы не видите родителей два года минимум вообще. Ну да, ну как бы это, это меньше, знаешь, была проблема для меня, чем вот это ожидание и прочее. В итоге ты ждешь документов, вот они приходят, первый месяц работы, когда ты можешь пойти на работу. И, конечно же, я, как бы забегая вперед, выбирал там между Старбаксом либо массовкой, и я пошел в массовку. Ну это отдельная тоже история, почему про массовку, она, кстати, интересная. Вот. Классно. И пошел в массовку, и в итоге я начал сниматься, работать, и тут мне звонит опять Broadway Dreams, и говорят, что типа, у нас будет Филадельфия, мы будем делать большое шоу. И там будет мюзикл-чесс, шахматы, которые, кстати, скоро будут ставить в этом. И они говорят, там один персонаж русский, Анатолий, да, вот как раз вообще это история между Советскими Союзами, и мы хотели бы, это будет такой красивый большой концерт, это типа такой, знаешь, как бы празднование, там была то ли какая-то годовщина, это по мюзиклу, то ли чего-то. Они, короче, делают такой трибьют с полным оркестром, это одна из самых крупных площадок Филадельфии, это Кимнл-центр оф перформен арт, это такая большая, большая, большая площадка, огромная, симфонический оркестр. Вот, все они, короче, они мне это говорят, и говорят, вот мы хотели бы, чтобы ты пришел, и вот у нас есть идея, что там часть спеть на русском, и часть остальную споешь на английском. А это типа вот такая классная, такая большая песня, она называется Гимн по-русски, Anthem, она очень такая, очень такая мощная, классная. Ну, блин, я такой думаю, блин, ну вот это все бесплатно, ехать, неделю я пропущу, понимаешь, вот поеду, зачем я поеду туда, выступать, вот, знаешь, я внутри понимаю, мне надо работать, мне нужно сейчас за квартиру платить, денег нет, а тут неделя из твоей жизни выпадет, а неделя это где-то, ну, это деньги, конечно, ты не будешь работать. И в итоге, я сомневался, сомневался, и в итоге думаю, блин, наверное, ну, давай съезжу, давай поеду. В итоге я им позвонил, сказал, что я приеду, и мы все, я приехал, и за эту неделю мы все отрепетировали, потрясающий материал, потрясающие красоты песни, а это где-то на ютюбе даже есть. Вот. И мы там спели, там еще были ребят, другие, ну, с моим именем, где и с моим именем я, где Джордж Гробан, это не я. Я понимаю. Большой компонент, в принципе, я понимаю. И, да, да, ну, там красивая песня. Вот. И в итоге мы поем, там дети тоже участвуют, бла-бла, как все, как Броди Дримс любят, да, и дети, и взрослые, и все дела, и все это красиво, на сцене. И в итоге у нас было два дня, два шоу в день, это было дневное шоу, и было вечернее шоу. И после вечернего шоу в антракте, а это был, это была песня окончания первого действия. То есть после него занавес. Blackout. Мы все в итоге поем эту песню. Она, ее безумно американцы принимают, потому что там такие слова, такие классные. Да. И там зал, короче, встает в конце. Вот на видео это есть. Stand Innovation, такая, знаешь, ну, как бы, ну, понятно, там родители больше встали, детей своих поприветствовать, я думаю. Ну, как бы, это не суть. Короче, все красиво, все финал первого действия, зал вообще встает, все там, у-у-у, как красиво. И стейдж-менеджер подходит, закрывается занавес передо мной, а мы в этот момент на сцене. Мы вдвоем на сцене и сзади нас хор. Мы стоим на сцене вдвоем, у нас blackout, опускается занавес, и подходит стейдж-менеджер и говорит, слушай, и говорит, иди, типа, тебя спрашивают, типа, иди подойди, тебя спрашивают. Вот. Я говорю, ну, пошел, пошел, подошел, и в итоге подхожу, стоит мужчина такой в костюме, говорит, бла-бла-бла, и типа, я, он мне сказал, я в тот момент ни черта не понял, я не знал даже, как агентство называется, он мне протягивает визитку и говорит, что, типа, это CTG, бла-бла-бла, вот я, типа, директор CTG, какое CTG, какое, блин, нахрен CTG, я понятия не имею, что такое CTG. Вот. И я с этой визиткой, я ему говорю, ой, спасибо, бла-бла-бла, он говорит, когда ты будешь в Нью-Йорке, я говорю, я в Нью-Йорке буду, послезавтра. Они говорят, ой, все, супер, типа, мы назначим, позвони в офис, назначи встречу, скажи, что, вот позвони поэтому, скажи, что у нас будет интервью. Все, я захожу, я как-то резиняю, она такая синяя, яркая, и я иду, и ребята, которые вот там, они такие говорят, это CTG? Типа, говорят, откуда у тебя CTG? Откуда у тебя карточка CTG? Типа, а что такое CTG? И все-таки, знаешь, она такая еще яркая, блин, как кино. Так, идешь вот так, по бэкстейджу, и все-таки, вау, CTG, и потом оказывается, что CTG, это одна из самых крупных агентств бродвейских, которые ищут артистов на Бродвей. У них огромный вообще штат, Лабла, это одно из самых крупных агентств, которые вот завязаны здесь, ну, их не так много, да, их там 3-4 агентства, которые прям самые крупные поставщики. Вот, и в итоге, я приехал в Нью-Йорк, назначил, ну, позвонил им в офис, они назначили мне интервью, я пришел, там, соответственно, сидели все агенты, которые там, там их 4 человека, 4 мужика, мне так это понравилось, я, знаешь, они все в костюмах такой, знаешь, я попал на какую-то встречу, знаешь, на такую, на которую, такой фильм-антураж, короче. Ну да, классно было так, знаешь, особенно после того, как я привык, что у нас в России все кастные директора и агенты женщины, понимаешь, которые работают с своего дома и максимум, когда тебя позовут на встречу с агентом, это значит, надо приехать кому-то домой, ну, короче, блин, а тут стеклянный офис, знаешь, там огромное количество людей, я увидел в первый раз, как агентство работает, да, у них огромные эти боксы, да, вот эти боксы, в которых они там... Как твое качество? Слушай, мое качество очень хорошее, я тебя вижу очень хорошо. Слушай, вот я тебя тоже потрясающе. Ты сохраняешь эфир? Ты сохраняешь эфир? Я их вроде сохраняю, я очень переживаю об этом, но, да, они сохраняются. В общем, те, кто не знает, что мы здесь обсуждаем 22 часа подряд, мы говорим, мы начали с обучения в Нью-Йорке, в Америке, и плавно перешли к тому, как найти там работу, и все, собственно, перепитии с этим связанные, вот, и Артем нам в этом помогает своим жизненным опытом. Рассказываю просто, как у меня было, да, у меня такая волшебная история, мне, слушай, мне она нравится, потому что, знаешь, это какая-то, блин, не знаю, книжка, книжка какая-то, или кино, ну, классно, прикольно, потому что, я когда встречаю такие моменты в своей жизни, я себе каждый раз говорю, блин, ну, значит, не зря ты это все сделал, значит, не зря ты там поехал, вот, и это классно, оно, знаешь, оно тебя как бы внутри как бы так подталкивает, знаете, когда сидишь, иногда смотришь что-то, что тебя волнует, и такое тремоло такое внутри, знаете, такое, вот это, вот такое же ощущение прикольное, и в итоге, ну, короче, я с ними пошел на интервью, знаешь, что мне понравилось на интервью с агентами, стеклянный офис, шикарный, такая же переговорная, огромный стол, они мне такие говорят, я им такое говорю, типа, а что, говорит, а ну, они со мной, например, поговорили, мы прекрасно вообще поговорили, где-то минут сорок со мной, просто разговаривали, просто о жизни, и он такой говорит, главный вот этот директор Джейми Харрис, он говорит, ну что, типа, будем бабки делать? Мне так это понравилось, я в этот момент, знаешь, прямо на студию подпрыгнул, думаю, думаю, блин, как круто вообще, как круто мыслят агенты, американские, да, это, блин, в нашем паттерне русском, когда ты помнишь какую-нибудь там женщину, которая выставляет в фейсбук пироги, и между этими пирогами продвигает тебя, как тебе кажется, ты, ты в этот момент оказываешься в офисе, в небоскребе, ты видишь, как работает агентство, настоящее актерское агентство, и тебе мужики в конце, такие в костюмах, волки такие, мне так они понравились, я смотрел на них, думаю, блин, вот это вы волки прям, понимаешь, такие волки кастинга, блин, это было так круто, и они такие говорят, ну что, будем бабки делать? Я такой думаю, блин, круто, говорю, как круто, и я такой говорю им, что типа, а что с акцентом-то делать? Говорит, мне с акцентом что делать? Типа, исправлять его? И там был гениальный ответ, ну хочешь исправляй, хочешь не исправляй. Да, 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 да. И я говорю, блин, в смысле, так мне это надо? Он говорит, да почему, что за бред? Он говорит, ты сейчас, будешь играть эти роли, через две недели, там через два месяца, если у тебя будет акцент меньше, ты будешь играть другие роли, уберешь акцент, будешь играть и это, и это. Я так думаю, блин, вот это класс! Вот это классный разговор. Кто знал, что так можно? И, да, понимаешь, мы-то как, знаешь, вот русский, значит, ты будешь только это, и без акцента ты никому не нужен. Да нужен, блин. Короче, они в итоге, в итоге, а потом прошло где-то две недели, я ждал от них ответ, потом пришел ответ мне, и все, я пришел на подписание документов, я подписал с ними контракт, и все, и у меня сразу начались пробы, я начал сразу же ходить на пробы, на тот момент еще снимался сериал The Americans, американцы, да, на тот момент, сейчас его уже не снимают, а потом начались Мадам Секретарь, вот, и Мадам Секретарь, у меня было несколько проб, вот это, кстати, классная тема, несколько проб у меня было, и почему очень важно готовиться к каждым пробам, даже которые для вас, кажется, неподходящие, я понял потом фишку, они тебя потихонечку начинают присматривать, и если ты даже не плаешься, они тебя запоминают, и потом они тебе, да, а в моем случае, в итоге, забегая вперед, через месяца полтора, наверное, я попал на пробу, Мадам Секретарь, и через два с половиной месяца я уже сидел в своей гримерке, у меня было написано Гест Стар, и у меня была своя комната со своим душем, со своим этим, я уже сидел на киностудии, у меня была своя отдельная гримерка, я уже снимался в кино, и на улице у меня был трейлер, вот это, обожаю тебя, железная штука, блин, просто вообще какой-то восторг, детский просто восторг, и вот просто, ты просто, ну, в какой-то момент, это просто все случается, и все, и я улетел, представляешь, в этой съемке, я забыл, что я там до этого говорил, все, моя мысль улетела, улетела в вагон, на котором Люся Душа написала. Ты говорила о том, что вот вы подписали контракт, и пошли у тебя в пробу. А, про пробу я хотел сказать, про Мадам Секретарь, так вот, оказывается, мне потом уже рассказал, вот этот кассет-директор, я к ним несколько раз приходил на разные роли, и какие-то роли были небольшие, какие-то эти, меня не утверждали, а потом, когда у меня случился на Мадам Секретарь, ну, там, соответственно, общий план, там, как пробы проходят, это вообще отдельная тема, очень прикольная, интересная, когда все смотрят на одну из главных ролей, там, 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 несколько этапов. И потом, мне потом уже сказали, что они меня заметили на предыдущем кастинге, но им показалось, что роль-то будет маленькая для меня, и они меня приберегли для другого эпизода, потому что эпизоды пишутся, и, соответственно, они приберегли, и потом меня вызвали уже на конкретного века. Вот. И это прикольно. Это к тому, что артисты, которые нас сейчас смотрят, ходите на любые пробы и делайте любые пробы по максимуму, как вы можете. Даже если вас не утверждают, это значит, что, возможно, вас просто придерживают. Возможно, они хотят для вас чего-то другого, получше, потому что артистов видно. Артистов, которые могут чего-то играть, их видно. Особенно нас видно, да, со школы с театральной, потому что огромное количество здесь в Америке людей, которые без театральной школы. А, например, в моей роли мне нужно было, у меня там был такой скейл такой определенный. Мне нужно было сначала там спокойно играть, потом сыграть страх, потом мне нужно было сыграть... Это такие так называемые биты, биты в роли. Потом мне нужно было заплакать в самом конце. И мне нужно было это сделать несколько раз подряд. И мне нужно было от одного состояния перейти в другое во время сцены. Не зайти заплаканным и там дальше слезнуть, а дойти до этого состояния в роли. Это артисты понимают, что это не всегда просто. И я был готовый к этому, я знал, понимал, что они хотят. И как бы делали. То есть они замечают тебя, они замечают, что ты готов, что ты делаешь. О, съемки, это была тоже потрясающая история. И вообще, как с тобой работают, и какое уважение на площадке. Тоже отдельный эфир надо делать. Тоже надо отдельный эфир делать. Ребят, задайте вопросы, потому что иначе мы сейчас уйдем в рассказ о нашей жизни и она никому не дает и нас. А может, вам что-нибудь полезное мы можем дать. Давай про пробы. Давай про пробы и давай про несколько стадий отбора, чтобы было понятно, что ты не приходишь на пробы и один раз читаешь, а ты приходишь шесть раз читаешь. Пробы. Да, пробы. И каждый раз должно быть... Я обожаю этот момент, пробы. Мне они очень нравятся. Первое, с чего все начинается, это называется ридинг. Это ридинг. Тебе даже присылают такую штуку, что тебя вызывают на пробы, тебе говорят, типа, это будет ридинг. Тебе присылают сцену, написано, что бла-бла-бла, ты можешь ее... Должен быть с ней знаком. То есть ты должен в ней хорошо ориентироваться. Но, типа, учить тебе ее не обязательно. Вот. Ну, забегая вперед, я всегда учу, потому что мне так проще, мне свобода приходит, когда я знаю текст. Вот. И я учу сразу же. Я прихожу на ридинг, и как выглядит ридинг? Сидит кастин-директор где-то в стороне, ты садишься на стул, и нет ни камер, ничего нет. Просто кастин-директор со стороны смотрит. Есть ридер, это человек, который тебе читает. Он, внимание, не человек, а актер. А актер. Не какая-то девочка, да, не какая-то девочка, которая... суперкруто, потому что ты можешь, если ты подружишься с кастин-директором, если ты наладишь связь с кастин-директором, ты можешь устроиться к нему на работу вот этим самым чтецом. А, это уже... Это же анимация. Это бомба. И ты вдруг, ну, вот с этой стороны, когда ты просто читаешь с человеком после человека, с актером после актера, ты видишь все. Это школа, которую тебе ничего больше не даст никогда. Поэтому я вообще считаю, что это первое, что должен человек делать. Просто поработать вот с этой стороны кастинга. Ну, продолжай, пожалуйста. Это круто, круто. Вот. Соответственно, это ридинг, да? Тебя просто кастин-директор смотрит, насколько ты этот... Если... Ну, я давай расскажу, там много стадий, там может быть несколько ридингов, да? Несколько раз, когда тебя вызывают на ридинг. Ну, несколько раз, Да. В моем случае... Сори. В моем случае уже было ридинг, а потом мне сразу же дали callback. Что такое callback? Это когда ты выходишь и буквально сразу же ты закрываешь за собой дверь, и обычно сразу же человек выходит, ассистент, и говорит callback. Callback обычно в этот же день, после обеда, то есть если пробы у меня были в 11 утра, они до 2 часов смотрят ридинг, а потом они делают callback, и потом у них час перерыв, и с 3 часов начинаются callback. Что такое callback? Это ты приходишь и делаешь то же самое. Да. Еще раз. У меня уже была маленькая камера, которая просто где-то... Что-что повтори, у меня прервалось. Я говорю, что ты делаешь то же самое точно так же, как ты это делал. Конечно, конечно, ребята, это 100%... Самая важная вещь. Да. Вообще, самое главное запоминать в тот момент любые слова, даже в любой момент, например, если тебе Кастин директ, наверное, на ридинге сказал, можешь сделать здесь, пожалуйста, стресс, можешь здесь сделать, пожалуйста, легкую паузу, а здесь сделать бит, хоть он там и не написан. Ты делаешь его, и, внимание, не забываешь про это. Потому что, когда ты приходишь на следующий callback, они ждут от тебя, и это одна из частей проверок, что ты помнишь directions так называемые, ты помнишь, что тебе тогда сказали. Следующий момент, это был у меня callback, это, соответственно, я пришел в этот же день, в этот же офис, я просто пошел, там погулял, там это было в районе канала, и вернулся в этот же офис, кастинг на кастинг. Там уже, я думал сейчас, ой, это смешно, я думал, в этот момент будет, когда ты на ридинге сидишь, там толпа артистов, когда тебя вызывают на callback, и люди все-таки в этой толпе, callback, callback, да, и там, я не знаю, из-за всей толпы все такие, callback, ты идешь записываешься на этот callback, я когда шел уже туда, я думал, блин, ребята, у меня callback, я сейчас приду, у меня там, не знаю, я там буду один, ну максимум два, ну максимум три человека, которые, ребят, я когда пришел туда, там была такая же забитая комната, как и утром, то есть это люди, которые все получили callback с утра, в итоге ты приходишь на callback снова, я снова, знаешь, такой сел, снова ждешь, снова камерка, она уже снимает где-то со стороны, в этот момент кастинг-директор уже, до этого кастинг-директор, он сидит вот так просто в стороне, и что-то там занимается своим делом, а ты читаешь. Хорошо не ест. Когда ты приходишь на callback, ну или ест, когда ты приходишь на callback, кастинг-директор уже делает вот так. Да-да-да-да-да. Но при этом так же со стороны, так же поэтому и все. И спрашивают, агентство ClearTail дает в Лос-Анджелесе работу? Дает, да. Это B-Coastal, так называемый. Очень большой агент. Да, агентство огромное, и там есть председательство и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе. Не важно. Сейчас self-tape все. Называется вот так вот. Вообще не важно, где ты находишься. Что-что? Я говорю, как это называется. Это называется вот так. Почти все крупные агентства работают на два берега. Да-да-да. Ну, конечно. Крупные, конечно, потому что никто не хочет рынок выпускать. И, соответственно, был коллбек. На коллбеке также была читка. И тоже просят, не учите наизусть, но, внимание, ребят, я сейчас артистам говорю, которые нас смотрят. Это гениальная тема. Когда тебе говорят, не учи. Не запоминай. Просто будь знаком с текстом. В этот момент у тебя снимается вот эта штука, что типа ой, только бы не забыть, только бы не забыть, только бы не забыть, только бы не забыть. Потому что нормальный артист, который готовится к пробам и который разбирает, я не знаю, с ребятами, которые ходят на скрипт-анализ ко мне, которые разбирают текст, ты понимаешь, когда ты его разберешь, тебе его не надо же учить. Ты приходишь на ридинг, ты не волнуешься, ты можешь сидеть с листочком, ты сидишь с листочком и читаешь текст. Сейчас покажу, как выглядят пробы. Какой-нибудь проект сейчас найду, который уже прошел. Вот, пожалуйста, сайт. Это сайт, которые, вот написано, где написано старт, где написано этот. Соответственно, ты приходишь, ты не волнуешься, ты читаешь. Потом тебя позвали на коллбек, к кассе. Самый страшный, первый раз попробоваться. Обычно после проб, мы знаете, как выходим, артисты, даже в России, выходишь, думаешь, ой, блин, все теперь знаю. Вот теперь бы я сейчас зашел, вот сейчас бы точно все бы сделал уже. Потому что ты как бы отволновался там, и текст, он как бы лег. Это гениально здесь. Ты, когда приходишь на коллбек во второй части дня, ты уже не волнуешься. Потому что ты уже отволновался утром, и ты уже и с этой сыграл. Ты уже знаешь, что ожидать. Ты уже знаешь, какая разница там. Какая, как, как, как кастинг-директор на тебя смотрит. Какой кастинг-директор. Как он выглядит. Как он разговаривает. Ты уже не волнуешься. Ты уже приходишь, как будто домой. Ты приходишь и такой говоришь, а, you mean, Илья? Да, окей, I'm sorry. И в этот момент ты уже знаешь текст, он у тебя уже есть в голове. И это гениально. Потом они тебе говорят, потом ты уходишь с коллбека, они после коллбека ничего не говорят, потом они звонят. В моем случае они мне позвонили, мой агент позвонил и сказал, что они тебя хотят на скрин-тест. А скрин-тест это уже съемка. Это первый раз, когда ты играешь на камеру. И внимание, что происходит на скрин-тесте. Скрин-тест это то, что если вы погуглите сейчас любые голливудские кастинги, вы увидите, что все голливудские кастинги в основном снимаются на синем фоне. Вот если вы видите синий фон, то это запись со скрин-теста. Что такое скрин-тест? Скрин-тест это когда есть оператор, есть кастинг-директор, есть режиссер. Это первый раз, когда подключается режиссер на пробах и с тобой ты уже приходишь, ты уже прошел день, ты уже два раза это сыграл, ты уже два раза волновался. На третий день, когда тебя призывают на скрин-тест, ты уже все знал, ты уже это играл, ты уже не волнуешься. Нас нужно прийти офф-бук, это правило, да? Ну, ребят, ну давайте я вам так по секрету скажу. Офф-бук вообще всегда надо быть. Знать текст наизусть. Да, знать текст наизусть. Это вам, во-первых, поможет. Поможет просто быть свободным. Приходишь на скрин-тест, на скрин-тест это уже съемка, там уже есть оператор, который уже, соответственно, работает над своим и есть режиссер. В случае, режиссером моего эпизода, будущего, в котором я и снимался, был Эрик Штольц. Если кто не знает, Эрик Штольц это первый исполнитель роли Макфлая в «Назад в будущее» фильм. «Back to the Future». Это тот актер, с которым сняли первый эпизод, первую серию, а потом поменяли на другого актера. Если вы знаете, такая знаменитая история про «Back to the Future», когда они меняли актера главного и потом переснимали все. Вот это был первый актер, которого поменяли. Он вот сейчас режиссером стал. Ну и экзекутором продюсер. Ну он снимался потом еще какой-то период времени. Это не единственный. Конечно, конечно. Он известный. Вы увидите его лицо, да, он очень известный. Вот. На этом моменте я встретился с режиссером. Вот это ключевой момент, про который я хотел бы уточнить, встреча с режиссером. Встреча с режиссером идет на скрин-тесте. И на скрин-тесте они уже примерно понимают, что они в тебе заинтересованы. Дальше ты работаешь на скрин-тесте, а режиссер в этот момент с тобой работает. Он тебе говорит про персонажа, что-то, да, он говорит, попробуй сделать так, попробуй здесь сделать медленнее, попробуй здесь сделать быстрее. А здесь сделай, как тебе хочется. Я тебе даю полную свободу. Очень плотная работа на скрин-тест, идет съемка, несколько дублей, один-два, максимум, может быть, три дубля. Все, ты уходишь, и потом, соответственно, в моем случае, если тебе предлагают, в моем случае позвонил агент, просто сказал, они типа тебе говорят, поздравляю тебя, они нам дают оффер. Что значит, что они дают нам оффер? В Америке, если они нам дают оффер, это значит, что они нам предлагают роль. И мы, внимание, вступаем в момент переговоров. То есть вот этот момент, следующая стадия актерского, это мы начинаем обсуждать мои условия, мои зарплаты и прочее. Это увлекательнейший процесс, к которому ты никакого отношения не имеешь. Это все делают агенты, конечно же. Но ввиду того, что ты как бы не звезда, то у нас все идет по профсоюзу. У профсоюза есть определенный плат. Все актеры не берут зарплату с потолка. Все урегулировано. То есть у всех все прописано. То есть они мне предложили, в зависимости от моего контракта, они мне предложили роль, деньги, соответственно, определенные. Это было немного. И в итоге мы все подписали. Да я был готов и бесплатно сняться. Мне так вообще, что я понимал, что я на CBS вообще первое мэ. И буквально сразу через полтора месяца после того, как я подписал агента. И все. Мы, соответственно, все подписали. И все. Дальше момент очень интересный. Почему я заострил внимание на скрин-тесте? Когда ты приходишь на съемочную площадку, режиссер с тобой не работает. Потому что он уже с тобой поработал на скрин-тесте. Ты уже все уточнил. На съемочной площадке ты играешь. Тебе никогда режиссер не будет рассказывать. Сделай так. Сделай по-другому. Сделай ты не так с персонажем. Попробуй говорить быстрее. Попробуй говорить. Это бред. Потому что они тебя уже выбрали. Они тебя выбрали. Ты... Вот смотрите. Они тебя в момент скрин-теста уже потестили. Они дали тебе одно попробовать, другое. Они уже посмотрели, как ты поддаешься. Ты, если умный, уже запомнил, что от тебя хочет режиссер. Ты приходишь на площадку. Ты работаешь. Максимум, что тебя просят, это подвинуться по темпоритму. Подвинуться по каким-то, может быть, блокингам определенным, по каким-то оценкам. Все. Вот в этот момент просто удовольствие актерское. Потому что в этот момент ты просто ловишь кайф. От того, что ты просто делаешь вдох-выдох. А, я должен рассказать такую маленькую штуку. Это такое, знаете, наверное, как... Мы же, конечно, я первый раз очень безумно волновался, снимался когда. Безумно волновался. И когда ты снимаешься в павильоне, в павильоне есть такая штука, что звонят в звонок. И два звонка означает репетиция, три звонка означает съемка. И вот звонок такой, знаете, как в школе, такой... Да-да-да. Такой... И, вы знаете, я просто... Это как раз и про уважение, и про страх, и все. Вот в этот момент я просто понял, что я вообще, блин, я занимаюсь тем, чем я всегда мечтал заниматься. В этот момент, когда прозвенело три звонка, у меня ушло сердце в пятки. Просто ушло сердце в пятки, и я такой... А еще, знаете, отличие... Американские площадки, киноплощадки отличаются тем, что здесь никто никогда не повышает голос. Никогда. Здесь люди настолько любят свое дело и уважают... Они настолько уважают твой актерский труд. Прозвела три звонка, и я думал, что... Я слышу, я слышу, как мухи летают. Это была такая гробовая тишина. Вы знаете, в этот момент было так страшно. Но потом, вы знаете, в этот момент, когда ты должен преодолеть, как с вышки. Прыгаешь, дальше все. Это была, наверное, актерская какая-то работа. Забегая вперед, меня там вообще так мало. Меня там вообще так... Ну, то есть, как бы так немного. И так, знаете, ну, просто вот этот момент, когда ты понимаешь, что... И это вообще не бигдил. Я даже не вставлял эту роль нигде. То есть, у меня ни в одном шауриле нее нет. Но это не про это. Это про то, что насколько ты в этот момент про осознание понимаешь. Что ты занимаешься делом своим. Вот это так вообще важно. А вот это так, что... Это Леша Блажнов! Леша! Да ладно, привет! А то! Леша, приходи ко мне в эфир. Лешенька, обнимаю тебя. Леша, обнимаю. Леша, тот человек, который приехал со мной на скорой в Москве из Медведкова в 3 часа ночи с переломанной рукой. Боже мой, ужас! У-у-у! У-у-у! Отдельный эфир, я знаю! Отдельный эфир, да. Ничего себе! В кадре! В кадре! Это вошло в шоу Рио, я надеюсь. Да, это вошло в шоу Рио, да. Лешу я обожаю. Лешу обожаю. Лешу потрясающий чувак вообще. Супер. С открытого сердца, доброты вообще классные. Обожаю. Леха, люблю тебя! Вот так вот. Слушай. Расскажи про шоу Рио, знаешь, вот расскажи про шоу Рио. А что про шоу Рио? Ну, слушай, в шоу Рио все просто. Ты просто снимаешь то, что ты считаешь нужным. Что шоу Рио, ты должен понимать, что тебе за 25 секунд ты должен показать все, что ты можешь, и все. Сколько он длится по требованию твоего агентства? До минуты, минуты, полторы. Но по требованию моего агентства у тебя должно быть несколько шоу Рио. У тебя должно быть несколько шоу Рио на разные роли. То есть на комедию один, на драму другой, на какой-то акцент третий и прочее. Потому что шоу Рио должен быть до минуты, потому что эти шоу Рио прикрепляются к сабмишину, к твоей. Когда они подают тебя на роль, они прикрепляют. Потому что все эти шоу Рио, которые трехминутные, конечно же, никто не смотрит. Шоу Рио это... Обожаете, Вадик. Шоу Рио это такая история... Вы должны понимать, что их никто не смотрит больше, чем 15 секунды. Если за 15 секунд там уже ничего нет, уже ничего не будет. Просто это вот такой просто всем привет нам, всем нам актерам. В тот момент, когда хочется, особенно когда у тебя классная роль в «Сильнее судьбы» с канала «Россия», потрясающая роль с какой-нибудь еще, и тебе хочется все это вставить. Ну, зачем? Вставьте, ребят, вставьте... Вставьте по секунде, по реплике сильных то, что вас трогает. И пусть это будет. Ну, слушай, я плохой пример в этом, знаешь почему? Потому что у меня до сих пор не обновлен шоу Рио. Я вот сейчас сяду и его сделаю. У меня до сих пор не обновлен шоу Рио. Ну, как бы, я просто плохой пример в этом. Я просто, ну, как бы... Нет, важно просто понимать, что есть вот эта вот вещь, которая... Какие-то стандарты, да? И что никто не смотрит длинный шоу Рио, и никому это совершенно не интересно. Качественный какой-нибудь. Даже если это студенческий фильм, но он качественный, это гораздо лучше, нежели там, черти что, никак отгученное и прочее. Ну, да. Слушай, нам тут пишут вопрос. Ребят, ну, серьезно, сколько реально получить признание русскому актеру с большим опытом на родине? Ребят, это такой философский вопрос, на котором, я думаю, что нам надо будет заканчивать этот эфир сегодня. Потому что он три часа уже идет. Смотрите, это такая... Ну, откуда мы знаем, как, насколько реально получить признание русскому актеру с большим опытом на родине? Потому что это такая лотерея, это такая... Вы должны этим жить. Если вы живете, если это часть вашей жизни, то если так должно быть, и вы будете суперизвестны, тогда да. Мне самое главное, кажется, жить честно для себя, Ахлане. Если ты занимаешься любимым делом, если ты занимаешься тем, от чего ты жить не можешь, если ты занимаешься тем, от чего тебя просто прет, тогда это ваш будет путь. А к чему он приведет? К признанию или к огромному количеству прекрасных друзей в вашей жизни? Неважно. Самое главное, что вы будете счастливы каждую минуту. Потому что жить признанием, которое когда-то должно случиться, это чудовищно. В плане того, что чудовищное подношение к саму себе. Потому что жить в будущем, это значит не жить сейчас, это значит думать о чем-то и забывать про сегодня. Ребят, мы вспомним... Мы помним, что с нами случается здесь и сейчас. Мы помним то, что нам хочется запомнить здесь и сейчас. А то, что... Если это приведет к признанию, да класс. А если не приведет, вы, по крайней мере, скажете, ну блин, зато я классно жил. И я делал то, что я люблю. Я занимался любимым делом. Меня окружали прекрасные люди. Я общался с теми друзьями, с которыми я хотел общаться. И я как бы был честен перед самим собой. Если будет еще в коктейле ваше признание мировое, да класс. Если нет, то нет. Но кто может угадать? Я не знаю. Я не угадываю вперед. Философия чистой воды. Думаю, это не так цель в жизни, мне кажется, да, немножечко. Да. Ребят, вы очень четко знаете, что если вы знаете, чем вы живете, то все случится. Все само, все само, все само. Было сказано, что занимаемся разбором текста. Можно поподробнее. Ребят, то же самое. Вот мы сейчас в двойном аккаунте. Я сейчас с аккаунта с обладательного. Поэтому заходите. Там есть ссылочка. И я буду вас ждать вообще. Это все бесплатно. Я уже 34 дня подряд преподаю актерское бесплатно. И каждый день с удовольствием. Поэтому буду рад, если вы присоединитесь так же. И Ингу буду ждать. И вообще поржом. То есть актерское мастерство это про джой. Слушайте, это про веселое время. Это про удовольствие. Это про страсть. Про passion. Да, вот какие-то слова американские лезут. Но это так и есть, ребят. Слушай, на последок, умоляю, умоляю, на последок. Скажи мне, знаешь что, что же меня все мучают этим вообще самым классным вопросом. Назови мне школы в Нью-Йорке, которые бы ты посоветовал. Мы с этого начали. Школы в Нью-Йорке, которые по какому департменту? По какому департменту? Ну, именно. Я думаю, наверное, драматическое. По драме я бы посоветовал Йель. У Йеля сильная школа драматическая. Это университет. Ну, это Upstate немножко. Надо ехать туда. Потом довольно неплохой департамент в American Musical Drama Academy. Это АМДА. Неплохой департамент. А в зависимости от того, конечно, каких вы педагогов опять же выберете. Я бы не советовал, честно, для первого образования Нью-Йорк Фильм Академи вообще. Ребят, простите. Это... Меня закидают камнями вообще. Даже не открывайте веб-сайт. Умоляю. Да, я прошу прощения, ребят. Я просто... Давайте так. Если мы с вами говорим про нас, про удовольствие, про жизнь, про профессию, которой вы хотите заниматься, это не про Нью-Йорк Фильм Академи. Это... Это... Это про потусить. Если серьезно, то надо просто учиться. Очень хорошая театральная школа в России. Несмотря на все минусы, они очень качественные. Если в Америке еще... Джулиард. В Джулиард очень сильный драма-департамент. Очень сложно попасть. Я думаю, это лучшая школа, но они берут 12 шнур в год, простите. Могу погордиться. Я готовил сейчас одного мальчика и одну девочку, и мальчик поступил в этом году. Поздравляю. Это люди, которые берут, у них acceptance rate, по-моему, 6%. Да, да. Они берут 12 шнур в год. Там огромное количество. Поэтому я рад. Я знаю. Это безумные цены, и вообще, ну, как бы, департамент сильный. Вообще, ребят, самое главное, мне кажется, в актерской профессии, даже не тот вуз, в котором вы будете учиться и получать мейджор, да, так называемая, так называемая степень. И все будет зависеть от вашего отношения, насколько вы хотите этим заниматься, насколько вам, вас прет. Вот если вас прет, и вы готовы взять это от этого, это от того, тогда все будет круто. А если нет, то, блин, огромное количество способов стать знаменитым не через такой сложный путь, как актерская профессия. Свой университет ты посоветовал бы? Щукинская? Листрасберг. Листрасберг. Я хотел увести от этой темы. Да. Честно? Ну, почему? Я бы не... Мне когда спрашивают, довольна ли я своим образованием, я не советую свой диститут. Поэтому я у тебя спрашиваю, как ты. Ребят, так, как первое образование, нет. Определенно нет, конечно, нет. Как дополнительный способ посмотреть на профессию, будучи уже опытным человеком, посмотреть на другую сторону, да. Да. Согласен. Ребят, мне кажется, опять же говорю, самое ценное, самое начинается профессия и опыт с вашего желания. Вот если у вас есть желание, если у вас есть потуга найти человека, который вам зайдет, с кем вам будет интересно заниматься, кого вам будет интересно слушать, кто будет для вас каким-то, может быть, авторитетом в работе, если этот человек есть, ребят, вы уже на огромном пути и вперед. Потому что я знаю огромных ребят, которые закончили сильные, дорогие школы, при этом попали не к своим преподавателям, и это выкинутые деньги, и они ничего не получили. Потом они приходят, не знаю, на занятия в Нью-Йорк вот сюда по воскресеньям утром и говорят, блин, зачем я училась в институте, если я могла это получить сейчас здесь на классе за два часа. Это не хвастовство и не реклама, это просто жизнь. Просто есть люди, с кем все, как преподаватели, ученика есть, не сочетаешься. От кого-то ты можешь взять, от кого-то не можешь, это любовь, это абсолютно взаимность, это должно быть, это должна случиться любовь. Все, она случилась, все будет. Ну и, конечно, избегайте, пожалуйста, избегайте, пожалуйста, лохотронщиков в плане того, что там марафон, который там за семь дней научит вас быть актером, да нет, конечно, это все ерунда. Избегайте людей, которые, возможно, у которых сомнительный опыт, потому что самое дорогое, за что платят, это за опыт и за мировоззрение, да. Вот это важный момент, потому что мы, как преподаватели актерского, передаем в первую очередь опыт, ничто иное. Я не передам вам свое мастерство, я могу лишь поделиться своим опытом и рассказать, как вы можете воспитать это в себе. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это обучалка. Вот, поэтому попробуйте просто найти человека, кого вам будет интересно слушать, кого вам будет приятно смотреть, с кем вам будет интересно болтать. У кого у вас совпадает чувство юмора, с кем вам вообще комфортно, и тогда все будет вообще класс. И это будет ваш лучший аквент-тичер, лучший. Ну что, на этом прекрасном моменте положительном мы распрощаемся, но сначала мы поблагодарим тебя очень-очень сильно и тепло за весь твой опыт, за твое время и за все, что ты сегодня нам рассказал и разделил с нами. Это, я надеюсь, мне это очень ценно, потому что я знаю это, я знаю это со всех сторон. Класс. Просто самое главное любить, вообще любить, и все будет круто. Вот ты, если, найдите человека, который любит свое дело, и тогда вам будет круто и весело, интересно. Вот. Супер. Инга, спасибо тебе огромное за приглашение, потому что три часа эфира подряд, я думаю, что я на это не способен, а оказывается... Оказывается, это есть. Да, я даже, ну, вообще пролетела. Вот так вот. Спасибо. Спасибо всем, кто слушал, был. Привет, Катюша. Привет всем ребятам. Да, это все про любовь. Ребята, спасибо вам большое, кто написал в комментариях мою фамилию Инги, потому что не случилось, потому что я благодарен каждому из вас. Пишите. Катя, ну как так вообще, где ты была весь вечер? Все, пишите, я вас всех со всеми свяжу, и все будет здорово. Все, на, всем спасибо, пока. Все, пока-пока, спасибо большое, ребятки, всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok